Четвертая книга Моисеева «Числа» И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской, в Скинии собрания, в первый день второго месяца, во второй год по выходе их из земли египетской, говоря, «Исчислите все общество сынов Израилевых по родам их, по семействам их, по числу имен, всех мужеского пола поголовно. От двадцати лет и выше, всех годных для войны у Израиля, по ополчениям их исчислите их, ты и Аарон. С вами должны быть из каждого колена по одному человеку, который вроде своем есть главный. И вот имена мужей, которые будут с вами. От Рувима Елицур, сын Шедеура. От Симеона Шалумиил, сын Суришаддая. От Иуды Наассон, сын Аменадава. От Иссахара Нафанайл, сын Суара. От Завулона Елиав, сын Хелона. От сынов Иосифа. От Ефрема Елишама, сын Аммиуда. От Моносии Гамалиил, сын Педацура. От Вениамина Авидан, сын Гидеония. От Дана Ахезер, сын Амишаддая. От Асира Пагиил, сын Охрана. От Гада Елиасав, сын Регуила. От Нефалима Ахира, сын Янана. Это избранные мужи общества, начальники колен отцов своих, главы тысяч Израилевых. И взял Моисей и Аарон мужей сих, которые названы поименно. И собрали они все общество в первый день второго месяца. И объявили они родословия свои по родам их, по семействам их, по числу имен от двадцати лет и выше, поголовно. Как повелел Господь Моисею. И сделал он счисление им в пустыне Синайской. И было сынов Рувима, первенца Израилева, по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен поголовно, всех мужеского пола от двадцати лет и выше, всех годных для войны. И счислено в колене Рувимовым. Сынов Симеона, по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен поголовно, всех мужеского пола от двадцати лет и выше, всех годных для войны. И счислено в колене Рувима, по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен от двадцати лет и выше, всех годных для войны. И счислено в колене Иудинам, по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен, от двадцати лет и выше, всех годных для войны. И счислено в колене Иудинам, 74 600. Сынов Иссахара, по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен от двадцати лет и выше, всех годных для войны. И счислено в колене Иссахаровым, 54 400. Сынов Завулона, по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен от двадцати лет и выше, всех годных для войны. И счислено в колене Завулоновым, 57 400. Сынов Иосифа, сынов Ефрема, по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен, от двадцати лет и выше, всех годных для войны. И счислено в колене Ефремовым, 40 500. Сынов Монассии, по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен от двадцати лет и выше, всех годных для войны. И счислено в колене Монассиинам, 32 200. Сынов Вениамина, по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен от двадцати лет и выше, всех годных для войны. И счислено в колене Вениаминовым, 35 400. Сынов Дана, по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен от двадцати лет и выше, всех годных для войны. исчислено в колене Дановом 62700. Сынов Асира, парадамых, поплеменамых, посемействуемых по числу имен от 20 лет и выше всех годных для войны, исчислено в колене Асировом 41500. Сынов Нефалима, парадамых, поплеменамых, по семейству мы, по числу имен от 20 лет и выше всех годных для войны, исчислено в колене Нефалимовом 53400. Вот вошедшие в исчисления, которых исчислил Моисей и Аарон и начальники Израиля 12 человек по одному человеку из каждого племени. И было всех вошедших в исчисление сынов Израилевых, по семействам их от 20 лет и выше, всех годных для войны у Израиля, и было всех вошедших в исчисление 603550. А левиты по поколениям отцов их не были исчислены между ними. И сказал Господь Моисею, говоря, «Только колено Левиена не вноси в перепись и не исчисляй их вместе с сынами Израиля, но поручи левитам скинию откровение и все принадлежности ее и все, что при ней. Пусть они носят скинию и все принадлежности ее и служат при ней, и около скинии пусть ставят стан свой. И когда надобно переносить скинию, пусть поднимают ее левиты. И когда надобно остановиться скинии, пусть ставят ее левиты. А если приступит кто посторонний, предан будет смерти. Сыны Израилевы должны становиться каждый в стане своем и каждый при своем знамени по ополчениям своим. А левиты должны ставить стан около скинии откровения, чтобы не было гнева на общество сынов Израилевых. И будут левиты стоять на страже у скинии откровения. И сделали сыны Израилевы, как повелел Господь Моисею, так они и сделали. Числа. Глава вторая. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, Сыны Израилевы должны каждый ставить стан свой при знамени своем, при знаках семейств своих, пред скини ее собрания, вокруг должны ставить стан свой. С передней стороны к востоку ставят стан. Знамя стана Иудина по ополчениям их и начальник сынов Иуды на сон сын Аминадава и воинство его, вошедших в исчисление его, семьдесят четыре тысячи шестьсот. После него ставит стан колено Иссахарова и начальник сынов Иссахара Нафанайл, сын Цуара, и воинство его, вошедших в исчисление его, пятьдесят четыре тысячи четыреста. Далее ставит стан колено Завулона и начальник сынов Завулона Елеаф, сын Хелона, и воинство его, вошедших в исчисление его, пятьдесят семь тысяч четыреста. Всех вошедших в исчисление к стану Иуды сто восемьдесят шесть тысяч четыреста по ополчениям их. Первыми они должны отправляться. Знамя стана Рувимова к югу по ополчениям их и начальник сынов Рувимовых Елецур, сын Шедеура, и воинство его, вошедших в исчисление его, сорок шесть тысяч пятьсот. Подли него ставит стан колено Симеонова и начальник сынов Симеона Шелумил, сын Сурешаддая, и воинство его, вошедших в исчисление его, пятьдесят девять тысяч триста. Потом колено Гада и начальник сынов Гада Елеасав, сын Регуила, и воинство его, вошедших в исчисление его, сорок пять тысяч шестьсот пятьдесят. Всех вошедших в исчисление к стану Рувима сто пятьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят по ополчениям их. Вторыми они должны отправляться. Когда пойдет с Киния собрание, стан левитов будет в середине станов. Как стоят, так и должны идти каждый на своем месте при знаменах своих. Знамя стана Ефремова по ополчениям их к западу и начальник сынов Ефрема Елишама, сын Амиуда, и воинство его, вошедших в исчисление его, сорок тысяч пятьсот. Подли него колено Монессиина и начальник сынов Монессии Гамалиил, сын Идацура, и воинство его, вошедших в исчисление его, тридцать две тысячи двести. Потом колено Вениамина и начальник сынов Вениамина, Авидан, сын Гидеония, и воинство его, вошедших в исчисление его, тридцать пять тысяч четыреста. Всех вошедших в исчисление к стану Ефрема сто восемь тысяч сто. По ополчениям их, третьими они должны отправляться. Знамя стана Данова к северу по ополчениям их и начальник сынов Дана Ахезер, сын Амишаддая, и воинство его, вошедших в исчисление его, шестьдесят две тысячи семьсот. Подли него ставит стан колено Асирова и начальник сынов Асира, Пагиил, сын Охрана, и воинство его, вошедших в исчисление его, сорок одна тысяча пятьсот. Далее колено Нефалима и начальник сынов Нефалима Ахира, сын Янана, и воинство его, вошедших в исчисление его, пятьдесят три тысячи четыреста. Всех вошедших в исчисление к стану Дана сто пятьдесят семь тысяч шестьсот. Они должны идти последними при знаменах своих. Вот вошедшие в исчисление сыны Израиля по семействам их. Всех вошедших в исчисление в станах по ополчениям их шестьсот три тысячи пятьсот пятьдесят. А левиты не вошли в исчисление вместе с сынами Израиля, как повелел Господь Моисею. И сделали сыны Израилевы все, что повелел Господь Моисею. Так становились станами при знаменах своих, и так шли каждый по племенам своим, по семействам своим. Числа, глава третья. Вот родословие Аарона и Моисея, когда говорил Господь Моисею на горе Синае. И вот имена сынов Аарона. Первенец, Надав, Авиуд, Елеазар и Ифамар. Это имена сынов Аарона, священников, помазанных которых он посвятил, чтобы священно действовать. Но Надав и Авиуд умерли пред лицем Господа, когда они принесли огонь чуждый пред лице Господа в пустыне Синайской. Детей же у них не было. И остались священниками Елеазар и Ифамар при Аароне, отце своем. И сказал Господь Моисею, говоря, приведи колено Левиена и поставь его пред Аароном, священником, чтобы они служили ему. И пусть они будут на страже за него и на страже за все общество при Скинии собрания, чтобы отправлять службы при Скинии. И пусть хранят все вещи Скинии собрания и будут на страже за сынов Израилевых, чтобы отправлять службы при Скинии. Отдай левитов Аарону и сынам его в распоряжение Да будут они отданы ему из сынов Израилевых Аарону же и сынам его Поручи, чтобы они наблюдали священническую должность свою А если приступит кто посторонний Предан будет смерти И сказал Господь Моисею, говоря Вот, я взял левитов и сынов Израилевых Вместо всех первенцев, разверзающих Ложесна из сынов Израилевых Левиты должны быть Мои Ибо все первенцы Мои В тот день, когда поразил я всех первенцев в земле египетской Осветил я себе всех первенцев Израилевых От человека до скота Они должны быть Мои Я Господь И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской, говоря Исчисли сынов левиенных, посемействуемых, парадамых Всех мужеского пола от одного месяца и выше Исчисли И исчислил их Моисей по слову Господню, как повелено И вот сыны левиены по именам их Герсон, Кааф и Мерари И вот имена сынов герсоновых, парадамых Ливни и Шемей И сыны Каафа, парадамых Амрам и Ицгар Хеврон и Узиил И сыны Мерари, парадамых Махли и Муши Вот роды левиены по семейству мы От Герсона род Ливни и род Шемея Это роды Герсоновы Исчисленных было всех мужеского пола От одного месяца и выше 7500 Роды Герсоновы должны становиться станом позади Скинии на запад Начальник поколения сынов Герсоновых Елиасав, сын Лаэлов Хранению сынов Герсоновых в Скинии собрания Поручается Скиния и покров ее Из-за веса входа Скинии собрания Из-за веса двора Из-за веса входа двора Который вокруг Скинии жертвенника И веревки ее со всеми их принадлежностями От Каафа Род Амрама и род Ицгара И род Хеврона и род Узиила Это роды Каафа По счету всех мужеского пола От одного месяца и выше 8600 Которые охраняли святилище Роды сынов Каафовых Должны ставить стан свой На южной стороне Скинии Начальник же поколения родов Каафовых Елцафан, сын Узиила В хранении у них Ковчег, стол, светильник, жертвенники Священные сосуды, которые употребляются при служении И завеса со всеми принадлежностями ее Начальник над начальниками левитов Елеазар, сын Аарона священника Под его надзором те, которым верено хранение святилища От Мерари Род Махли и род Муши Это роды Мерари Из численных по числу всех мужеского пола от одного месяца и выше Шесть тысяч двести Начальник поколения родов Мерари Цуриил, сын Авихаила Они должны ставить стан свой На северной стороне Скинии Хранению сынов Мерари Поручаются брусья Скинии И шесты ее И столбы ее И подножия ее И все вещи ее Со всем устройством их И столбы двора Со всех сторон И подножия их И кольги их И веревки их А с передней стороны Скинии К востоку Пред Скинии собрания Должны ставить стан Моисей И Аарон И сыны его Которым верено хранение святилища За сынов Израилевых А если приступит кто посторонний Предан будет смерти Всех исчисленных левитов Которых исчислил Моисей и Аарон По повелению Господню Парадам их Всех мужеского пола От одного месяца и выше Двадцать две тысячи И сказал Господь Моисею Исчисли всех первенцев Мужеского пола И сынов Израилевых От одного месяца и выше И пересчитай их Поименно И возьми левитов Для меня Я Господь Вместо всех первенцев И сынов Израиля А скот левитов Вместо всего первородного скота Сынов Израилевых И исчислил Моисей Как повелел ему Господь Всех первенцев Из сынов Израилевых И было всех первенцев Мужеского пола По числу имен От одного месяца и выше Двадцать две тысячи Двести семьдесят три И сказал Господь Моисею Говоря Возьми левитов Вместо всех первенцев Из сынов Израиля И скот левитов Вместо скота их Пусть левиты будут мои Я Господь А выкуп двухсот семидесяти трех Которые лишние Против числа левитов Из первенцев Израильских Возьми по пяти сиклей За человека По сиклю священному возьми Двадцать гер В сикле И отдай серебро сие Аарону и сынам его В выкуп За излишних Против числа их И взял Моисей Серебро выкупа За излишних Против числа Замененных левитами От первенцев Израилевых Взял серебра Тысячу триста шестьдесят пять сиклей По сиклю священному И отдал Моисей Серебро выкупа Аарону И сынам его По слову Господню Как повелел Господь Моисею Числа Глава четвертая И сказал И сказал Господь Моисею И Аарону Говоря Исчисли сынов Каафовых Из сынов Лефия По родам их По семействам их От тридцати лет И выше До пятидесяти лет Всех способных К службе Чтобы отправлять Работы В скинии Собрания Вот служение Сынов Каафовых В скинии Собрания Носить Святое Святых Когда стану Надобно подняться В путь Аарон и сыны Его войдут И снимут Завесу Закрывающую И покроют Ею Ковчег Откровения И положат На нее Покров Из кож Синего цвета И сверх Его накинут Покрывало Все из голубой Шерсти И вложат Шесты Его И стол Хлеба В предложение Накроют Одежду Из голубой Шерсти И поставят На нем Блюда Тарелки Чаши И кружки Для возлияния И хлеб Его Всегдашний Должен быть На нем И возложат На них Одежду Багряную И покроют Ее Покровом Из кожи Синего цвета И вложат Шесты Его И возьмут Одежду Из голубой Шерсти И покроют Светильник И лампады Его И щипцы Его И лотки Его И все сосуды Для елея Которые Употребляют При нем И покроют Его И все Принадлежности Его Покровом Из кож Синих И положат На носилки И на Золотой Жертвенник Возложат Одежду Из голубой Шерсти И покроют Его Покровом Из кож Синих И вложат Шесты Его И возьмут Все вещи Служебные Которые Употребляются Для служения В осветилище И положат В одежду Из голубой Шерсти И покроют Их Покровом Из кож Синих И положат На носилки И очистят Жертвенник От пепла И накроют Его Одеждою Пурпуровою И положат На него Все сосуды Его Которые Употребляются Для служения При нем Угольницы Вилки Лопатки И чаши Все сосуды Жертвенника И покроют Его Покровом Из кож Синих И вложат Шесты Его Когда При отправлении В путь Стана Аарон и Сыны Его Покроют Все Святилище И все Вещи Святилища Тогда Сыны Каафа Подойдут Чтобы Нести Но Не должны Они Касаться Святилища Чтобы Не умереть В сии части Скинии Собрания Должны Носить Сыны Каафовой Елеазару Сыну Аарона Священника Поручается Елей Для Светильника И Благовонное Курение И Всегдашнее Хлебное Приношение И Елей Помазание Поручается Вся Скиния И Все Что В ней Святилище И Принадлежности Его И Сказал Господь Моисею И Аарону Говоря Не Погубите Колено Племен Каафовых Из Среды Левитов Но Вот Что Сделайте Им Чтобы Они Были Живы И Не Умерли Когда Приступают К Святому Святых Аарон И Сыны Его Пусть Придут И Поставят Их Каждого В Служение Его И Уноше Его Но Сами Они Не Должны Подходить Смотреть Святыню Когда Покрывают Е Чтобы Не Умереть И Сказал Господь Моисею Говоря Ищи Сли И Сынов Герсона По Семействам Их По Родам Их От Тридцати Лет И Выше До Пятидесяти Лет Ищи Сли Их Всех Способных К Службе Чтобы Отправлять Работы При Скинии Собрания Вот Работы Семейств Герсоновых При Служении И Ношении Тяжестей Они Делается Делается И Хранению Под Надзором Ифамара Сына Аарона Священника Сынов Мераряных Парадамых По Семействам Их Исчисли От Тридцати Лет И Выше До Пятидесяти Лет Исчисли Всех Способных На Службу Чтобы Отправлять Работы При Скинии Собрания Вот Что Они Должны Носить По Службе Их При Скинии Собрания Брусь Яскини И Шесты Ее И Столбы Ее И Подножия Ее И Столбы Двора Со Всех Сторон И Подножия Их И Коль Их И Веревки Их И Все Вещи При Них И Все Принадлежности Их И Поименно Сосчитайте Вещи Которые Они Обязаны Носить Вот Работы Родов Сынов Мираряных По Службе Их При Скинии Собрания Под Надзором Ифамара Сына Аарона Священника И 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 Начальники Общества Сынов Коафовых Парадамых И По Семействам Их От 30 лет И выше До 50 лет Всех Способных К службе Для Работ В Скинии Собрания И Было И 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 Он по повелению Господню, данному через Моисея. И исчислены сыны Герсона, парадамых и по семействам их, от 30 лет и выше до 50 лет, все способные к службе для работ в скине и собрании, и было исчислено парадамых, по семействам их, 2630. Это исчислены из родов сынов Герсона, все служащие при скине и собрании, которых исчислил Моисей и Аарон по повелению Господню. И исчислены роды сынов Миралиных, парадамых, по семействам их, от 30 лет и выше до 50 лет, все способные к службе для работ при скине и собрании. И было исчислено парадамых, 3200. Это исчислены из родов сынов Миралиных, которых исчислил Моисей и Аарон по повелению Господню, данному через Моисея. И исчислены все левиты, которых исчислил Моисей и Аарон и начальники Израиля парадамых и по семействам их, от 30 лет и выше до 50 лет, все способные к службе для работ и ношения в скине и собрании. И было исчислено их 8580. По повелению Господню через Моисея определены они каждый к своей работе и ношению и исчислены, как повелел Господь Моисею. Числа, глава 5. И сказал Господь Моисею, говоря, «Повели сынам Израилевым выслать из стана всех прокаженных и всех имеющих истечение, и всех осквернившихся от мертвого, и мужчин, и женщин вышлите, за стан вышлите их, чтобы не оскверняли они станов своих, среди которых я живу». И сделали так сыны Израилевы, и выслали их вон из стана, как говорил Господь Моисею, так и сделали сыны Израилевы. И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, если мужчина или женщина сделает какой-либо грех против человека, и через это сделает преступление против Господа, и виновна будет душа та, то пусть исповедуются во грехе своем, который они сделали, и возвратят сполна то, в чем виновны, и прибавят к тому пятую часть, и отдадут тому, против кого согрешили». «Если же у него нет наследника, которому следовало бы возвратить за вину, то посвятить это Господу, пусть будет это священнику сверх овна очищения, которым он очистит его, и всякое возношение из всех святынь сынов Израилевых, которые они приносят к священнику, ему принадлежит». «И посвященное кем-либо, ему принадлежит». «Все, что даст кто священнику, ему принадлежит». «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, если изменит кому жена и нарушит верность к нему и приспит кто с нею и излиет семя, это будет скрыто от глаз мужа ее, и она осквернится тайно, и не будет на нее свидетеля, и не будет уличена, и найдет на него дух ревности, и будет ревновать жену свою, когда она осквернена». «Или найдет на него дух ревности, и он будет ревновать жену свою, когда она не осквернена. Пусть приведет муж жену свою к священнику и принесет за нее в жертву десятую часть эфы ячменной муки, но не возливает на нее и лея и не кладет ливана, потому что это приношение ревнования, приношение воспоминания, напоминающее о беззаконе. А священник пусть приведет и поставит ее пред лице Господне, и возьмет священник святой воды в глиняный сосуд, и возьмет священник земли с полу скинии и положит в воду, и поставит священник жену пред лице Господне, и обнажит голову жены, и даст ей в руки приношение воспоминания, это приношение ревнования. В руке же у священника будет горькая вода, наводящая проклятие. И заклянет ее священник и скажет жене, если никто не приспал с тобою, и ты не сквернилась, и не изменила мужу своему, то невредима будешь от всей горькой воды наводящей проклятие. Но если ты изменила мужу твоему и осквернилась, и если кто приспал с тобою, кроме мужа твоего, тогда священник пусть заклянет жену клятвую проклятие, и скажет священник жене, да предаст тебя Господь проклятию, и к клятве в народе твоем, и да соделает Господь лона твое опавшим, и живот твой опухшим, и да пройдет вода сия, наводящая проклятие, во внутренность твою, чтобы опухл живот твой, и опала лона твое. И скажет жена, аминь, аминь. И напишет священник заклинание сии на свитке, и смоет их в горькую воду, и даст жене выпить горькую воду, наводящую проклятие, и войдет в нее вода, наводящая проклятие, к вреду ее, и возьмет священник из рук жены хлебное приношение ревнования, и вознесет сие приношение пред Господом, и отнесет его к жертвеннику. И возьмет священник горстью из хлебного приношения часть в память, и сожжет на жертвеннике, и потом даст жене выпить воды. И когда напоят ее водой, тогда, если она нечиста и сделала преступление против мужа своего, горькая вода, наводящая проклятие, войдет в нее, к вреду ее, и опухнет чрево ее, и опадет лона ее, и будет эта жена проклятую в народе своем. Если же жена не осквернилась и была чиста, то останется невредимою и будет оплодотворяема семенем. Вот закон о ревновании. Когда жена изменит мужа своему и осквернится, или когда на мужа найдет дух ревности, и он будет ревновать жену свою, тогда пусть он поставит жену пред лицем Господа и сделает с нею священник все по сему закону. И будет муж чист от греха, а жена понесет на себе грех свой. Числа глава шестая «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, если мужчина или женщина решится дать обед назарейства, чтобы посвятить себя в назарей Господу, то он должен воздержаться от вина и крепкого напитка, и не должен употреблять ни уксуса из вина, ни уксуса из напитка, и ничего приготовленного из винограда не должен пить, и не должен есть ни сырых, ни сушеных виноградных ягод. Во все дни назарейства своего не должен он есть ничего, что делается из винограда от зерен до кожи. Во все дни обета назарейства его бритва не должна касаться головы его, до исполнения дней, на которые он посвятил себя в назарей Господу, свят он, должен растить волосы на голове свалей. Во все дни, на которые он посвятил себя в назарей Господу, не должен он подходить к мертвому телу, прикосновением к отцу своему, и матери своей, и брату своему, и сестре своей, не должен он оскверняться, когда они умрут, потому что посвящение Богу его на голове его. Во все дни назарейства своего свят он Господу. Если же умрет при нем кто-нибудь вдруг, нечаянно, и он осквернит тем голову назарейства своего, то он должен остричь голову свою в день очищения его, в седьмый день должен остричь ее, и в восьмый день должен принести двух горлиц или двух молодых голубей к священнику ко входу скинии собрания. Священник одну из птиц принесет в жертву за грех, а другую во всесожжение, и очистит его от осквернения мертвым телом и осветит голову его в тот день. И должен он снова начать посвященные Господу дни назарейства своего и принести однолетнего агнца в жертву повинности. Прежние же дни пропали, потому что назарейство его осквернено. И вот закон о назарее, когда исполняются дни назарейства его, должно привести его ко входу скинии собрания. И он принесет в жертву Господу одного однолетнего агнца без порока во всесожжение, и одну однолетнюю агнецу без порока в жертву за грех, и одного овна без порока в жертву мирную, и корзину опресноков из пшеничной муки, хлебов испеченных с елеем, и пресных лепешек, помазанных елеем, и при них хлебное приношение и возлияние, и представит сие священник пред Господа, и принесет жертву его за грех и всесожжение его. Овна принесет в жертву мирную Господу с корзиной опресноков, также совершит священник хлебное приношение его и возлияние его, и острижет на зарей у входа скинии собрания голову назарейства своего, и возьмет волосы головы назарейства своего, и положит на огонь, который под мирную жертву, и возьмет священник сваренное плечо овна, и один пресный пирог из корзины, и одну пресную лепешку, и положит на руки назарею, после того, как острижет он голову назарейства своего, и вознесет сие священник, потрясая пред Господом. это святыня для священника сверх груди потрясания и сверх плеча возношения. После сего назарей может пить вино. Вот закон о назарее, который дал обет, и жертва его Господу за назарейство свое, кроме того, что позволит ему достаток его, по обету своему, какой он даст, так и должен он делать сверх узаконенного о назарействе его. И сказал Господь Моисею, говоря, скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израилевых, говоря им, да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицем своим и помилует тебя, да обратит Господь лице свое на тебя и даст тебе мир. Так пусть призывают имя мое на сынов Израилевых, и я благословлю их. Числа глава седьмая «Когда Моисей поставил скинию и помазал ее, и осветил ее, и все принадлежности ее, и жертвенник, и все принадлежности его, и помазал их, и осветил их, тогда пришли начальники Израилевы, главы семейств, начальники колен, заведовавшие исчислениям. И представили приношение свое пред Господа, шесть крытых повозок и двенадцать валов, по одной повозке от двух начальников, и по одному валу от каждого, и представили сие пред скинию. И сказал Господь Моисею, говоря, «Возьми от них, это будет для отправления работ при скинии собрания, и отдай это левитам, смотря породу службы их. И взял Моисей повозки и валов, и отдал их левитам. Две повозки и четырех валов отдался нам Герсоновым породу службых. И четыре повозки и восемь валов отдался нам Мерариным породу службых под надзором Ифамара сына Аарона священника. А сынам Каафовым не дал, потому что служба их носить святилище, на плечах они должны носить. И принесли начальники жертвы освящения жертвенника в день помазания его, и представили начальники приношение свое преджертвенник. И сказал Господь Моисею, по одному начальнику в день пусть приносят приношение свое для освящения жертвенника. В первый день принес приношение свое на Ассон сын Аминодавов от колена Иудина. Приношение его было одно серебряное блюдо весом в сто тридцать сиклей Одна серебряная чаша в семьдесят сиклей по сиклю священному наполненной пшеничную мукою смешанную с елеем в приношение хлебное Одна золотая кадильница в десять сиклей наполненная курением Один телец Один овен Один однолетний агнец во всесожжение Один козел в жертву за грех и в жертву мирную два вола пять овнов пять козлов пять однолетних агнцев Вот приношение на Ассона сына Аминодавова Во второй день принес Нафанайл сын Суара начальник колена из Сахарова Он принес от себя приношение одно серебряное блюдо весом в сто тридцать сиклей Одну серебряную чашу в семьдесят сиклей по сиклю священному наполненной пшеничную мукою смешанную с елеем в приношение хлебное Одну золотую кадильницу в десять сиклей наполненную курением Одного тельца Одного овна Одного однолетнего агнца во всесожжение Одного козла в жертву за грех и в жертву мирную Двух волов пять овнов пять козлов пять однолетних агнцев Вот приношение Нафанайла сына Суарова В третий день начальник сынов Завулоновых Елеав сын Хилона Приношение его Одно серебряное блюдо весом сто тридцать сиклей Одна серебряная чаша в семьдесят сиклей по сиклю священному наполненной пшеничную мукою смешанную с елеем в приношение хлебное Одна золотая кадильница в десять сиклей наполненная курением Один телец один овен один однолетний агнец во всесожжение Один козел в жертву за грех и в жертву мирную два вола пять овнов пять козлов пять однолетних агнцев Вот приношение Елеава сына Хилонова В четвертый день начальник сынов Рувимовых Елицур сын Шедеуров Приношение его Одно серебряное блюдо весом сто тридцать сиклей Одна серебряная чаша в семьдесят сиклей по сиклю священному наполненной пшеничную мукою смешанную с елеем в приношение хлебное Одна золотая кодильница в десять сиклей наполненная курением Один телец один овен один однолетний агнец во всесожжение Один козел в жертву за грех и в жертву мирную два вола пять овнов пять козлов и пять однолетних агнцев Вот приношение Елицура сына Шедеурова В пятый день начальник сынов Симеоновых Шелумил сын Суришаддая Приношение его одно серебряное блюдо весом сто тридцать сиклей одна серебряная чаша в семьдесят сиклей по сиклю священному наполненные пшеничную мукою смешанную с елеем в приношение хлебное одна золотая кодильница в десять сиклей наполненные курением один телец один овен один однолетний агнец во всесожжение один козел жертву за грех и в жертву мирную два вола пять овнов пять козлов и пять однолетних агнцев Вот приношение Шелумила сына Суришаддаева Шестый день Начальник сынов гадовых Елеосав сын Регуила Приношение его Одно серебряное блюдо весом сто тридцать сиклей Одна серебряная чаша в семьдесят сиклей по сиклю священному наполненные пшеничную мукою смешанную с елеем в приношение хлебное Одна золотая кодильница в десять сиклей наполненные курением Один телец один овен один однолетний агнец во всесожжение один козел в жертву за грех и в жертву мирную два вала пять овнов пять козлов и пять однолетних агнцев Вот приношение Елеосав сына Регуилова В седьмый день начальник сынов Ефремовых Елишама сын Амиуда Приношение его одно серебряное блюдо весом в сто тридцать сиклей одна серебряная чаша в семьдесят сиклей по сиклю священному наполненной пшеничную мукою смешанную с елеем в приношение хлебное одна золотая кодильница в десять сиклей наполненная курением один телец один овен один однолетний агнец во всесожжение один козел в жертву за грех и в жертву мирную два вала пять овнов пять козлов пять однолетних агнцев Вот приношение Елишамы сына Амиудова Восьмый день Начальник сынов монастеиных Гамалиел сын Педацура Приношение его одно серебряное блюдо весом 130 сиклей одна серебряная чаша в 70 сиклей по сиклю священному наполненной пшеничной мукою смешанную с елеем в приношение хлебное одна золотая кодильница в 10 сиклей наполненная курением один телец один овен один однолетний агнец во всесожжение один козел в жертву за грех и в жертву мирную два вала пять овнов пять козлов пять однолетних агнцев Вот приношение Гамалиела сына Педацурова В девятый день начальник сынов Вениаминовых Авидан сын Гедеония приношение его одно серебряное блюдо весом 130 сиклей одна серебряная чаша в 70 сиклей по сиклю священному наполненной пшеничной мукой смешанную с елеем приношение хлебное одна золотая кодильница в 10 сиклей наполненная курением один телец один овен один однолетний агнец во все сожжение один козел в жертву за грех и в жертву мирную два вала пять овнов пять козлов пять однолетних агнцев Вот приношение Авидана сына Гедеониева В десятый день начальник сынов Дановых Ахиезер сын Амишаддая Приношение его одно серебряное блюдо весом в 130 сиклей одна серебряная чаша в 70 сиклей по сиклю священному наполненной пшеничной мукой смешанную с елеем в приношение хлебное одна золотая кодильница в 10 сиклей наполненная курением один телец один новен один однолетний агнец во всесожжение один козел в жертву за грех и в жертву мирную два вола пять овнов пять козлов пять однолетних агнцев Вот приношение Ахиезера сына Амишаддаева в одиннадцатый день начальник сынов Асировых погеил сын охрана приношение его одно серебряное блюдо весом 130 сиклей одна серебряная чаша 70 сиклей по сиклю священному наполненной пшеничной мукою смешанную с елеем в приношение хлебное одна золотая кодильница в десять сиклей наполненная курением один телец один овен один однолетний агнец во всесожжение один козел в жертву за грех и в жертву мирную два вола пять овнов пять козлов пять однолетних агнцев Вот приношение погиила сына охранного В двенадцатый день начальник сынов нефалимовых Ахира сын Энана Приношение его одно серебряное блюдо весом 130 сиклей одна серебряная чаша в семьдесят сиклей по сиклю священному наполненный пшеничную мукою смешанную с елеем в приношение хлебное одна золотая кодильница в десять сиклей наполненная курением один телец один овен один однолетний агнец во всесожжение один козел в жертву за грех и в жертву мирную два вала пять овнов пять козлов пять однолетних агнцев вот приношение ахиры сына Янанова вот приношение от начальников израилевых при освещении жертвенников день помазания его двенадцать серебряных блюд двенадцать серебряных чаш двенадцать золотых кодильниц по сто тридцати сиклей серебра в каждом блюде и по семидесяти в каждой чаше и так всего серебра в сих сосудах две тысячи четыреста сиклей по сиклю священному золотых кодильниц наполненных курением двенадцать в каждой кодильнице по десяти сиклей по сиклю священному всего золото в кодильницах сто двадцать сиклей во всесожжение всего двенадцать тельцов из скота крупного двенадцать овнов двенадцать однолетних агнцев и при них хлебное приношение и в жертву за грех двенадцать козлов и в жертву мирную всего из крупного скота двадцать четыре тельца шестьдесят овнов шестьдесят козлов шестьдесят однолетних агнцев вот приношение при освящении жертвенника после помазания его когда и сказал господь моисею говоря объяви аарону и скажи ему когда ты будешь зажигать лампады то на передней стороне светильника должны гореть семь лампад аарон так и сделал на передней стороне светильника зажег лампады его как повелел господь моисею и вот устройство светильника чеканный он из золота от стебля его и до цветов чеканный по образу который показал господь моисею он сделал светильник и сказал господь моисею говоря возьми левитов из среды сынов израилевых и очисти их а чтобы очистить их поступи с ними так окропи их очистительную водою и пусть они обреют бритвою все тело свое и вымоют одежды свои и будут чисты и пусть возьмут тельца и хлебное приношение к нему пшеничной муки смешанной с елеем и другого тельца возьми в жертву за грех и приведи левитов пред скинию собрания и собери все общество сынов израилевых и приведи левитов их пред господа и пусть возложат сыны израилевы руки свои на левитов левитов а арон же пусть совершит над левитами посвящение их пред господом от сынов израилевых чтобы отправляли они служение господу а левиты пусть возложат руки свои на голову тельцов и принеси одного в жертву за грех а другого во всесожжение господу для очищения левитов и поставь левитов пред аароном и пред сынами его и соверши над ними посвящение их господу и так отдели левитов от сынов израилевых чтобы левиты были моими после сего войдут левиты служить скини собрания когда ты очистишь их и совершишь над ними посвящение их ибо они отданы мне из сынов израилевых вместо всех первенцев из сынов израилевых разверзающих всякие ложесна я беру их себе ибо мои все первенцы у сынов израилевых от человека до скота в тот день когда я поразил всех первенцев земле египетской я осветил их себе и взял левитов вместо всех первенцев у сынов израилевых и отдал левитов арону и сынам его из среды сынов израилевых чтобы они отправляли службы за сынов израилевых при скине и собрании и служили охранением для сынов израилевых чтобы не постигло сынов израилевых поражение когда бы сыны израилевы приступили к святилищу и сделали так моисей и аарон и все общество сынов израилевых с левитами как повелел господь моисею о левитах так и сделали с ними сыны израилевы и очистились левиты и омыли одежды свои и совершил над ними аарон посвящение их пред господом и очистил их аарон чтобы сделать их чистыми после сего вошли левиты отправлять службы свои в скине и собрания пред аароном и пред сынами его как повелел господь моисею о левитах так и сделали они с ними и сказал господь моисею говоря вот закон о левитах от двадцати пяти лет и выше должны вступать они в службу для работ при скине и собрании а в пятьдесят лет должны прекращать отправление работ и более не работать тогда пусть помогают они братьям своим содержать стражу при скине и собрании работать пусть не работают так поступай с левитами касательно служения их числа глава девятая и сказал господь моисею в пустыне синайской во второй год поисшествии их и земли египетской в первый месяц говоря пусть сыны израилевы совершат пасху в назначенное для нее время в четырнадцатый день сего месяца вечером совершите ее в назначенное для нее время по всем постановлениям и по всем обрядам ее совершите ее и сказал моисей сынам израилевам чтобы совершили пасху и совершили они пасху в первый месяц в четырнадцатый день месяца вечером в пустыне синайской во всем как повелел господь моисею так и поступили сыны израилевы были люди которые были нечисты от прикосновения к мертвым телам человеческим и не могли совершить пасхи в тот день и пришли они к моисею и арону в тот день и сказали ему те люди мы нечисты от прикосновения к мертвым телам человеческим для чего нас лишать того чтобы мы принесли приношение господу в назначенное время среди сынов израилевых и сказал им моисей постойте я послушаю что повелит о вас господь и сказал господь моисею говоря скажи сынам израилевым если кто из вас или из потомков ваших будет нечист от прикосновения к мертвому телу или будет в дальней дороге то и он должен совершить пасху господню в четырнадцатый день второго месяца вечером пусть таковые совершат ее и с опресноками и горькими травами пусть едят ее и пусть не оставляют от нее до утра и костей ее не сокрушают пусть совершат ее по всем уставам о пасхе а кто чист и не находится в дороге и не совершит пасхи истребится душа та из народа своего ибо он не принес приношение господу в свое время понесет на себе грех человек тот если будет жить у вас пришелец то и он должен совершать пасху господню по уставу о пасхе и по обряду ее он должен совершить ее один устав пусть будет у вас и для пришельца и для туземца в тот день когда поставлена была скине облако покрыло скинею откровения и с вечера над скинею как бы огонь виден был до самого утра так было и всегда облако покрывало ее днем и подобие огня ночью и когда облако поднималось от скинии тогда сыны израилевы отправлялись в путь и на месте где останавливалось облако там останавливались станом сыны израилевы по повелению господню отправлялись сыны израилевы в путь и по повелению господню останавливались во все то время когда облако стояло над скинею и они стояли и если облако долгое время было над скинею то и сыны израилевы следовали этому указанию господа и не отправлялись иногда же облако немного времени было над скинею они по указанию господню останавливались и по указанию господню отправлялись в путь иногда облако стояло только от вечера до утра и по утру поднималось облако тогда и они отправлялись или день и ночь стояло облако И когда поднималось, и они тогда отправлялись. Или если два дня, или месяц, или несколько дней стояло облако над Скинией, то и сыны Израилевы стояли и не отправлялись в путь. А когда оно поднималось, тогда отправлялись. По указанию Господню останавливались, и по указанию Господню отправлялись в путь. Следовали указанию Господню по повелению Господню, данному через Моисея. Числа, глава 10. И сказал Господь Моисею, говоря, «Сделай себе две серебряные трубы, чеканные сделай, чтобы они служили тебе для созывания общества и для снятия станов. Когда затрубят ими, соберется к тебе все общество, ко входу скини и собрания. Когда одною трубой затрубят, соберутся к тебе князья и тысячи начальники Израилевы. Когда затрубите тревогу, поднимутся станы, становящиеся к востоку. Когда во второй раз затрубите тревогу, поднимутся станы, становящиеся к югу. Тревогу пусть трубят при отправлении их в путь. А когда надобно собрать собрание, трубите, но не тревогу. Сыны Аароновы священники должны трубить трубами. Это будет вам постановление вечным в роды ваши. И когда пойдете на войну в земле вашей против врага, наступающего на вас, трубите тревогу трубами, и будете воспомянуты пред Господом Богом вашим, и спасены будете от врагов ваших. И в день веселия вашего, и в праздники ваши, и в новомесячие ваши трубите трубами при всесожжениях ваших и при мирных жертвах ваших, и это будет напоминанием о вас пред Богом вашим. Я Господь, Бог ваш. Во второй год, во второй месяц, в двадцатый день месяца поднялось облако от скинии Откровения. И отправились сыны Израилевы по станам своим из пустыни Синайской, и остановилось облако в пустыне Фаран. И поднялись они в первый раз по повелению Господню, данному через Моисея. Поднято было, во-первых, знамя стана сынов Иудяных по ополчениям их, над ополчением их Наасон, сын Аминадава, и над ополчением колена сынов Иссахаровых Нафанайл, сын Суара, и над ополчением колена сынов Завулоновых Елиав, сын Хелона. И снята была скиния, и пошли сыны Герсоновы и сыны Мерарины, носящие скинию. И поднято было знамя стана Рувимова по ополчениям их, и над ополчением его Елицур, сын Шадиура. И над ополчением колена сынов Симеоновых Шелумил, сын Суришаддая. И над ополчением колена сынов Гадовых Елиасав, сын Регуила. Потом пошли сыны Каафовы, носящие святилище. Скиния же была поставляема до прихода их. И поднято было знамя стана сынов Ефремовых по ополчениям их, и над ополчением их Елишама, сын Аммиуда. И над ополчением колена сынов Монассииных Гамалиел, сын Педацура. И над ополчением колена сынов Вениаминовых Авидан, сын Гидеония. Последним из всех станов поднято было знамя стана сынов Дановых с ополчениями их, и над ополчением их Ахиезер, сын Амишаддая. И над ополчением колена сынов Асировых Пагиил, сын Ахрана. И над ополчением колена сынов Нефалимовых Ахира, сын Енана. Вот порядок шествия сынов Израилевых по ополчениям их. И отправились они. И сказал Моисей Хваву, сыну Рагуилову, Мадионитянину, родственнику Моисееву. Мы отправляемся в то место, о котором Господь сказал, вам отдам его, иди с нами, мы сделаем тебе добро, ибо Господь добро изрек об Израиле. Но он сказал ему, не пойду, я пойду в свою землю и на свою родину. Моисей же сказал, не оставляй нас, потому что ты знаешь, как располагаемся мы станом в пустыне, и будешь для нас глазом. Если пойдешь с нами, то добро, которое Господь сделает нам, мы сделаем тебе. И отправились они от горы Господней на три дня пути, и ковчег завета Господня шел пред ними три дня пути, чтобы смотреть им место, где остановиться. И облако Господне осенял их днем, когда они отправлялись из стана. Когда поднимался ковчег в путь, Моисей говорил, восстань, Господи, и рассыплются враги Твои, и побегут от лица Твоего ненавидящие Тебя. А когда останавливался ковчег, он говорил, возвратись, Господи, к тысячам и тьмам Израилевым. Числа, глава одиннадцатая. Народ стал роптать вслух Господа. И Господь услышал, и воспламенился гнев его, и возгорелся у них огонь Господень, и начал истреблять край стана. И возопил народ к Моисею, и помолился Моисей Господу, и утих огонь. И нарекли имя месту сему Тавера, горение, потому что возгорелся у них огонь Господень. Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали и говорили, кто накормит нас мясом. Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок, а ныне душа наша изнывает, ничего нет, только манна в глазах наших. Манна же была подобна к ориандровому семени, видом, как бдолах. Народ ходил и собирал ее, и молол в жерновах или толок в ступе, и варил в котле, и делал из нее лепешки. Вкус же ее подобен был вкусу лепешек с елеем. И когда роса сходила на стан ночью, тогда сходила на него и манна. Моисей слышал, что народ плачет в семействах своих, каждый у дверей шатра своего, и сильно воспламенился гнев Господень, и прискорбно было для Моисея. И сказал Моисей Господу, для чего ты мучишь раба твоего, и почему я не нашел милости пред очами твоими, что ты возложил на меня бремя всего народа сего? Разве я носил во чреве весь народ сей? И разве я родил его, что ты говоришь мне, неси его на руках твоих, как нянька носит ребенка, в землю, которую ты склятваю, обещал отцам его? Откуда мне взять мясо, чтобы дать всему народу сему? Ибо они плачут передо мною и говорят, дай нам есть мясо. Я один не могу нести всего народа сего, потому что он тяжел для меня. Когда ты так поступаешь со мною, то лучше умертви меня, если я нашел милость пред очами твоими, чтобы мне не видеть бедствия моего. И сказал Господь Моисею, собери мне семьдесят мужей и старейшин Израилевых, которых ты знаешь, что они старейшины и надзиратели его, и возьми их к скинии собрания, чтобы они стали там с тобою. Я сойду и буду говорить там с тобою и возьму от духа который на тебе и возложу на них, чтобы они несли с тобою бремя народа, а не один ты носил. Народу же скажи, очиститесь к завтрашнему дню и будете есть мясо. Так как вы плакали вслух Господа и говорили, кто накормит нас мясом, хорошо нам было в Египте, то и даст вам Господь мясо и будете есть. Не один день будете есть, не два дня, не пять дней, не десять дней и не двадцать дней, но целый месяц, пока не пойдет оно из ноздрей ваших и не сделается для вас отвратительным за то, что вы презрели Господа, который среди вас, и плакали пред Ним, говоря, для чего было нам выходить из Египта. И сказал Моисей, шестьсот тысяч пеших в народе сём, среди которого я нахожусь, а ты говоришь, я дам им мясо и будут есть целый месяц. Заколоть ли всех овец и волов, чтобы им было довольно, или вся рыба морская соберется, чтобы удовлетворить их? И сказал Господь Моисею, «Разве рука Господня коротка? Ныне ты увидишь, сбудется ли слово моё к тебе или нет?» Моисей вышел и сказал народу слова Господни и собрал семьдесят мужей из старейшин народа и поставил их около скинии. И сошёл Господь в облаке и говорил с ним, и взял от духа который на нём, и дал семидесяти мужам старейшинам и когда почил на них дух они стали пророчествовать но потом перестали. Двое мужей оставались в стане одному имя Елдат а другому имя Модат но и на них почил дух и они пророчествовали в стане и прибежал отрах и донёс Моисею и сказал Елдат и Модат пророчествуют в стане в ответ на это Иисус сын новин служитель Моисея один из избранных его сказал господин мой Моисей запрети им но Моисей сказал ему не ревнуешь ли ты за меня о если бы все в народе господнем были пророками когда бы господь послал духа своего на них и возвратился Моисей в стан он и старейшины Израилевы и поднялся ветер от господа и принёс от моря перепелов и набросал их около стана на путь дня по одну сторону и на путь дня по другую сторону около стана на два почти локтя от земли и встал народ и весь тот день и всю ночь и весь следующий день собирали перепелов и кто мало сбирал тот собрал десять хомеров и разложили их для себя вокруг стана мясо ещё было в зубах их и не было ещё съедено как гнев господень возгорелся на народ и поразил господь народ весьма великою язвою и нарекли имя месту сему Киброд Готава гробы прихоти ибо там похоронили прихотливый народ от Киброд Готавы двинулся народ в Осеров и остановился в Осерове Числа глава двенадцатая И упрекали Мариамь и Аарон Моисея за жену Эфиопленку которую он взял ибо он взял за себя Эфиопленку и сказали Одному ли Моисею говорил Господь не говорил ли он и нам и услышал сие Господь Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле и сказал Господь внезапно Моисею и Аарону и Мариаме выйдите вы трое к скинии собрания и вышли все трое и сошел Господь в облачном столбе и стал у входа скинии и позвал Аарона и Мариаме и вышли они оба и сказал слушайте слова мои если бывает у вас пророк Господень то я открываюсь ему в видении во сне говорю с ним но не так с рабом моим моисеем он верен во всем дому моем устами к устам говорю я с ним и явно они в гаданиях и образ Господа он видит как же вы не убоялись упрекать раба моего моисея и воспламенился гнев Господа на них и он отошел и облако отошло скинии и вот муриамь покрылась проказою как снегом аарон взглянул на муриамь и вот она в проказе и сказала аарон моисею господин мой не поставь нам в грех что мы поступили глупо и согрешили и не попусти чтобы она была как мертворожденный младенец у которого когда он выходит из чрева матери своей истлела уже половина тела и возопил моисей господу говоря Боже исцели ее и сказал господь моисею если бы отец ее плюнул ей в лице то не должна ли была бы она стыдиться семь дней и так пусть будет она в заключении семь дней вне стана а после опять возвратиться и пробыла мариам в заключении вне стана семь дней и народ не отправлялся в путь доколе не возвратилась мариам числа глава тринадцатая после сего народ двинулся из-за серафа и остановился в пустыне фаран и сказал господь моисею говоря пошли от себя людей чтобы они высмотрели землю ханаанскую которую я даю сынам израилевым по одному человеку от колена отцов их пошлите главных из них и послал их моисей из пустыни фаран по повелению господню и все они мужи главные у сынов израилевых вот имена их из колена рувимова саммуа сын закхуров из колена семеонова сафат сын хориев из колена иудина халев сын иефониин из колена иссахарова игал сын иосифов из колена ефремова оси сын новин из колена вениаминова фалтий сын рафуев из колена завулонова гаддиил сын содиев из колена иосифова от моносии гадзий сын сусиев из колена данова аммиил сын гемалев из колена осирова сефур сын михаилев из колена нефалимова нахбей нахбей сын вовсеев из колена гадова геуил сын махиев вот вот имена мужей которых посылал моисей высмотреть землю и назвал моисей осию сына новина иисусом и послал их моисей высмотреть землю ханаанскую и сказал им пойдите в эту южную страну и взойдите на гору и осмотрите землю какова она и народ живущий на ней силен ли он или слаб малочислен ли он или многочислен и какова земля на которой он живет хороша ли она или худа и каковы города в которых он живет в шатрах ли он живет или в укреплениях и какова земля тучна ли она или таща есть ли на ней дерева или нет будьте смелы и возьмите от плодов земли было же это ко времени созревания винограда они пошли и высмотрели землю от пустыни син даже до рехова близ эмафа и пошли в южную страну и дошли до Хеврона где жили Ахиман Сесай и Фалмай дети инаковы Хеврон же построен был семью годами прежде Цуана города египетского и пришли к долине Иесхол и срезали там виноградную ветвь с одной кистью ягод и понесли ее на шесте двое взяли также гранатовых яблоков и смок место сие назвали долиною Иесхол виноградная кисть по причине виноградной кисти которую срезали там сыны Израилевы и высмотрев землю возвратились они через сорок дней и пошли и пришли к Моисею и Арону и ко всему обществу сынов Израилевых в пустыню Фаран в Кадес и принесли им и всему обществу ответ и показали им плоды земли и рассказывали ему и говорили мы ходили в землю в которую ты посылал нас в ней подлинно течет молоко и мед и вот плоды ее но народ живущий на земле той силен и города укрепленные весьма большие и сынов Енаковых мы видели там Амалик живет на южной части земли Хиттеи и Ивусей и Амарей живут на горе Хананеи же живут при море и на берегу Иордана но Халеф успокоивал народ пред Моисеем говоря пойдем и завладеем ею потому что мы можем одолеть ее а те которые ходили с ним говорили не можем мы идти против народа сего ибо он сильнее нас и распускали худую молву о земле которую они осматривали между сынами Израилевыми говоря земля которую проходили мы для осмотра есть земля поедающая живущих на ней и весь народ который видели мы среди ее люди великорослые там видели мы и исполинов сынов Янаковых от исполинского рода и мы были в глазах наших пред ними как саранча такими же мы были и в глазах их числа глава 14 и подняло все общество вопль и плакал народ во всю ту ночь и роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы и все общество сказало им о если бы мы умерли в земле египетской или умерли бы в пустыне сей и для чего Господь ведет нас в землю сию чтобы мы пали от меча жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам не лучше ли нам возвратиться в Египет и сказали друг другу поставим себе начальника и возвратимся в Египет и пали Моисея и Аарон на лица свои пред всем собранием общества сынов Израилевых Иисус сын Новин и Халев сын Иефониин и засматривавших землю разодрали одежды свои и сказали всему обществу сынов Израилевых земля которую мы проходили для осмотра очень очень хороша если Господь милостив к нам то введет нас в землю сию и даст ее нам эту землю в которой течет молоко и мед только против Господа не восставайте и не бойтесь народа земли сей ибо он достанется нам на съедение защиты у них не стало а с нами Господь не бойтесь их и сказала все общество побить их камнями но слава Господня явилась в скине и собрание всем сынам Израилевым и сказал Господь Моисею доколе будет раздражать меня народ сей и доколе будет он не верить мне при всех знамениях которые делал я среди его поражу его язвую и истреблю его и произведу от тебя народ многочисленнее и сильнее его но Моисей сказал Господу услышат египтяне из среды которых ты силою твоею вывел народ сей и скажут жителям земли сей которые слышали что ты Господь находишься среди народа сего и что ты Господь даешь им видеть себя лицем к лицу и облако твое стоит над ними и ты идешь пред ними днем в столпе облачном а ночью в столпе огненном и если ты истребишь народ сей как одного человека то народ которые слышали славу твою скажут господь не мог ввести народ сей в землю которую он склятво обещал ему а потому и погубил его в пустыне и тогда возвеличится сила господня как ты сказал говоря господь долготерпелив и многомилостив прощающий беззаконие преступления и не оставляющий без наказания но наказывающий беззаконие отцов в детях до третьего и четвертого рода прости грех народу сему по великой милости твоей как ты прощал народ сей от египта до сели и сказал господь моисею прощаю по слову твоему но жив я и славы господней полна вся земля все которые видели славу мою и знамения мои сделанные мною в египте и в пустыне и искушали меня уже десять раз и не слушали глаза моего не увидят земли которую я склятваю обещал отцам их все раздражавшие меня не увидят ее но раба моего халева за то что в нем был иной дух и он совершенно повиновался мне введу в землю в которую он ходил и семя его наследует ее амаликитени и хананеи живут в долине завтра обратитесь и идите в пустыню к черному морю и сказал господь моисею и арону говоря да коли злому обществу сему роптать на меня ропот сынов израилевых которым они ропщут на меня я слышу скажи им живу я говорит господь как говорили вы вслух мне так и сделаю вам в пустыне сей падут тела ваши и все вы исчисленные сколько вас числом от двадцати лет и выше которые роптали на меня не войдете в землю на которой я подъемля руку мою клялся поселить вас кроме халева сына ифонина и иисуса сына новина детей ваших о которых вы говорили что они достанутся в добычу врагам я введу туда они узнают землю которую вы презрели а ваши трупы падут в пустыне сей а сыны ваши будут кочевать в пустыне сорок лет и будут нести наказание за блудодейство ваше доколе не погибнут все тела ваши в пустыне по числу сорока дней в которые вы осматривали землю вы понесете наказание за грехи ваши сорок лет год за день дабы вы познали что значит быть оставленным мною я господь говорю и так и сделаю со всем сим злым обществом восставшим против меня в пустыне сей все они погибнут и перемрут и те которых посылал моисей для осмотрения земли и которые возвратившись возмутили против него все сие общество распуская худую молву о земле сии распустившие худую молву о земле умерли быв поражены пред господом только иисус сын новин и халев сын ифонин остались живы из тех мужей которые ходили осматривать землю и сказал моисей словасии пред всеми сынами израилевыми и народ сильно опечалился и вставшие рано поутру пошли на вершину горы говоря вот мы пойдем на то место о котором сказал господь ибо мы согрешили моисей сказал для чего вы приступаете повеление господне это будет безуспешно не ходите ибо нет среди вас господа чтобы не поразили вас враги ваши ибо амалекитени и ханане и там пред вами и вы падете от меча потому что вы отступили от господа и не будет с вами господа но не дерзнули подняться на вершину горы ковчег же завета господня и моисей не оставляли стана и сошли амалекитени их на ней живущие на горе той и разбили их и гнали их до хормы число глава пятнадцатая и сказал господь моисею говоря объяви сынам израилевым и скажи им когда вы войдете в землю вашего жительства которую я даю вам и будете приносить жертву господу всесожжение или жертву закалаемую от валов и овец во исполнение обета или по усердию или в празднике ваши дабы сделать приятное благоухание господу тогда приносящий жертву свою господу должен принесть в приношение от хлеба десятую часть эфы пшеничной муки смешанной с четвертую частью гина елея и вина для возлияния приноси четвертую часть гина при всесожжении или при закалаемой жертве на каждого агнца а принося овна приноси в приношение хлебное две десятых части эфы пшеничной муки смешанной с третьей частью гина елея и вина для возлияния приноси третью часть гина в приятное благоухание господу если молодого вола приносишь во всесожжение или жертву закалаемую в исполнение обета или в мирную жертву господу то вместе с волом должно принести приношение хлебного три десятых части эфы пшеничной муки смешанной с половиной принося принося жертву в приятное благоухание господу то и он должен делать так как вы делаете для вас общество господне и для пришельца живущего у вас устав один устав вечные в роды ваши что вы то и пришелец да будет пред господом закон один и одни права да будут для вас и для пришельца живущего у вас и сказал господь Моисею говоря объяви сынам Израилевым и скажи им когда вы войдете в землю в которую я веду вас и будете есть хлеб той земли то возносите возношение господу от начатков теста вашего лепешку возносите возношение возносите ее так как возношение с гумна от начатков теста вашего отдавайте возношение господу в роды ваши если же приступите по неведению и не исполните всех сих заповедей которые изрек господь Моисею всего то что заповедал вам господь через Моисея от того дня в который господь заповедал вам и впредь в роды вашей то если по недосмотру общества сделана ошибка пусть все общество принесет одного молодого вола во всесожжение в приятное благоухание господу с хлебным приношением и возлиянием его по уставу и одного козла в жертву за грех и очистит священник все общество сынов израилевых и будет прощено им ибо это была ошибка и они принесли приношение свое в жертву господу и жертву за грех свой пред господом за свою ошибку и будет прощено всему обществу сынов израилевых и пришельцу живущему между ними потому что весь народ сделал это по ошибке если же один кто согрешит по неведению то пусть принесет козу однолетнюю в жертву за грех и очистит священник душу сделавшую по ошибке грех пред господом и очищено будет и прощено будет ей один закон да будет для вас как для природного жителя из сынов израилевых так и для пришельца живущего у вас если кто сделает что по ошибке если же кто из туземцев или из пришельцев сделает что дерзкою рукою то он хулит господа истребится душа та из народа своего ибо слово господне он презрел и заповедь его нарушил истребится душа та грех ее на ней когда сыны израилевы были в пустыне нашли человека собиравшего дрова в день субботы и привели его нашедшие его собирающим дрова к моисею и арону и ко всему обществу и посадили его под стражу потому что не было еще определено что должно с ним сделать и сказал господь моисею должен умереть человек сей пусть побьет его камнями все общество вне стана и вывело его все все общество вон из стана и побили его камнями и он умер как повелел господь моисею и сказал господь моисею говоря объяви сынам израилевым и скажи им чтобы они делали себе кисти на краях одежд своих в роды их и в кисти которые на краях вставляли нити из голубой шерсти и будут они в кистях у вас для того чтобы вы смотря на них вспоминали все заповеди господни исполняли их и не ходили вслед сердца вашего и очей ваших которые влекут вас к блудодейству чтобы вы помнили и исполняли все заповеди мои и были святы пред богом вашим я господь бог ваш который вывел вас из земли египетской чтобы быть вашим богом я господь бог ваш числа глава шестнадцатая корей сын Ицгара сын Каафов сын Левиен и Дафан и Аверон сыны Илява и Авнан сын Фалефа сыны Рувимовы восстали на Моисея и с ними из сынов Израилевых двести пятьдесят мужей начальники общества призываемые на собрание люди именитые и собрались против Моисея и Аарона и сказали им полно вам все общество все святы и среди их господь почему же вы ставите себя выше народа господня Моисей услышав это пал на лице свое и сказал Корею и всем сообщникам его говоря завтра покажет господь кто его и кто свят чтобы приблизить его к себе и кого он изберет того и приблизит к себе вот что сделайте Корей и все сообщники его возьмите себе кадильницы и завтра положите в них огня и всыпьте в них курение пред господом и кого изберет господь тот и будет свят полно вам сыны левиены и сказал Моисей Корею послушайте сыны левия неужели мало вам того что бог израилев отделил вас от общества израильского и приблизил вас к себе чтобы вы исполняли службы прескинии господней и стояли пред обществом служа для них он приблизил тебя и с тобою всех братьев твоих сынов левия и вы домогаетесь еще и священства и так ты и все твое общество собрались против господа что аарон что вы ропщите на него и послал моисей позвать дофана и аверона сынов елеава но они сказали не пойдем разве мало того что ты вывел нас из земли в которой течет молоко и мед чтобы погубить нас в пустыне и ты еще хочешь властвовать над нами привел ли ты нас в землю где течет молоко и мед и дал ли нам во владение поля и виноградники глаза людей сих ты хочешь ослепить не пойдем моисей весьма огорчился и сказал господу не обращай взора твоего на приношение их я не взял ни у одного из них осла и не сделал зла ни одному из них и сказал моисей корею завтра ты и все общество твое будьте пред лицем господа ты они и арон и возьмите каждый свою кодильницу и положите в них курение и принесите пред лице господне каждой свою кодильницу двести пятьдесят кодильниц ты и арон каждый свою кодильницу и взял каждый свою кодильницу и положили в них огня и всыпали в них курение и стали при входе в скинью собрания так же и Моисей, и Аарон. И собрал против них корей все общество ко входу в скинии собрания. И явилась слава Господня всему обществу. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, Отделитесь от общества сего, и я истреблю их во мгновение. Они же пали на лица свои и сказали, Боже, Боже духов всякой плоти. Один человек согрешил, и ты гневаешься на все общество. И сказал Господь Моисею, говоря, Скажи обществу, Отступите со всех сторон от жилища Корея, Дафана и Аверона. И встал Моисей, и пошел к Дафану и Аверону, и за ним пошли старейшины Израилевы. И сказал обществу, Отойдите от шатров нечестивых людей сих, и не прикасайтесь ни к чему, что принадлежит им, чтобы не погибнуть вам во всех грехах их. И отошли они со всех сторон от жилища Корея, Дафана и Аверона. А Дафан и Аверон вышли и стояли у дверей шатров своих, с женами своими и сыновьями своими, и с малыми детьми своими. И сказал Моисей, Из всего узнаете, что Господь послал меня делать все дела сии, а не по своему произволу я делаю сие. Если они умрут, как умирают все люди, и постигнет их такое наказание, какое постигает всех людей, то не Господь послал меня. А если Господь сотворит необычайное, и земля разверзнет уста свои, и поглотит их, и все, что у них, и они живые сойдут в преисподнюю, то знайте, что люди сии презрели Господа. Лишь только он сказал слова сии, расселась земля под ними, и разверзла земля уста свои, и поглотила их, и дома их, и всех людей Кореевых, и все имущество. И сошли они со всем, что принадлежало им, живые в преисподнюю, и покрыла их земля, и погибли они из среды общества. И все израильтяне, которые были вокруг их, побежали при их вопле, дабы, говорили они, и нас не поглотила земля. И вышел огонь от Господа, и пожирал тех двести пятьдесят мужей, которые принесли курение. И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи Элиазару, сыну Аарона, священнику, пусть он соберет кодильницы сожженных, и огонь выбросит вон, ибо осветились кодильницы грешников, с их смертью их, и пусть разобьют их в листы для покрытия жертвенника, ибо они принесли их пред лице Господа, и они сделались освященными, и будут они знамением для сынов Израилевых». И взял Елиазар, священник, медные кодильницы, которые принесли сожженные, и разбили их в листы для покрытия жертвенника в память сынам Израилевым, чтобы никто посторонний, который ни от семени Аарона, не приступал приносить курение пред лице Господне, и не было с ним, что с Кореем и сообщниками его, как говорил ему Господь через Моисея. На другой день все общество сынов Израилевых возроптало на Моисея и Аарона и говорило, «Вы умертвили народ Господень». И когда собралось общество против Моисея и Аарона, они обратились к Скинии собрания, и вот облако покрыло ее, и явилась слава Господня. И пришел Моисей и Аарон к Скинии собрания. И сказал Господь Моисею, говоря, «Отсторонитесь от общества сего, и я погублю их во мгновение». Но они пали на лица свои. И сказал Моисея и Аарону, «Возьми кадильницу и положи в нее огня жертвенника, и всыпь курение, и неси скорее к обществу, и заступи их, ибо вышел гнев от Господа, и началось поражение». И взял Аарон, как сказал Моисей, и побежал в среду общества, и вот уже началось поражение в народе. И он положил курение и заступил народ. Стал он между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось. И умерло от поражения 14 700 человек, кроме умерших по делу Корееву. И возвратился Аарон к Моисею ко входу в Скинии собрание, после того, как поражение прекратилось. Числа, глава 17. «И сказал Господь Моисеем, говоря, скажи сынам Израилевым, и возьми у них по жезлу от колена, от всех начальников их по коленам двенадцать жезлов, и каждого имя напиши на жезле его. Имя Аарона напиши на жезле Левиеном, ибо один жезл от начальника колена они должны дать. И положи их в Скинии собрание пред ковчегом откровения, где явлюсь я вам. И кого я изберу, того жезла расцветет. И так я успокою ропот сынов Израилевых, которым они ропщут на вас». «И сказал Моисей сынам Израилевым, и дали ему все начальники их от каждого начальника по жезлу, по коленам их двенадцать жезлов, и жезл Ааронов был среди жезлов их. И положил Моисей жезлы пред лицем Господа в Скинии откровения. На другой день вошел Моисей в Скинию откровения, и вот жезл Ааронов от дома Левиена расцвел, пустил почки, дал свет и принес миндали, и вынес Моисей все жезлы от лица Господня ко всем сынам Израилевым. И увидели они это, и взяли каждый свой жезл. И сказал Господь Моисею, положи опять в жезл Ааронов пред ковчегом откровения на сохранение в знамение для непокорных, чтобы прекратился ропот их на меня, и они и не умирали. Моисей сделал это, как повелел ему Господь, так он и сделал. И сказали сыны Израилевы Моисею, вот мы умираем, погибаем, все погибаем, всякий, приближающийся к скинии Господней, умирает, не придется ли всем нам умереть. Числа, глава 18. И сказал Господь Аарону, ты и сыны твои, и дом отца твоего с тобою, понесете на себе грех за небрежность во святилище, и ты, и сыны твои с тобою понесете на себе грех за неисправность в священстве вашем. Так же и братьев твоих, колено леви, племя отца твоего, возьми себе, пусть они будут при тебе и служат тебе, а ты и сыны твои с тобою будете при скинии откровения. Пусть они отправляют службу тебе и службу во всей скинии, только чтобы не приступали к вещам святилища и к жертвеннику, дабы не умереть и им, и вам. Пусть они будут при тебе и отправляют службу в скинии собрания все работы по скинии, а посторонний не должен приближаться к вам. Так отправляйте службу во святилище и при жертвеннике, дабы не было впредь гнева на сынов израилевых. Ибо братья ваших левитов я взял от сынов израилевых и дал их вам в дар Господу для отправления службы при скинии собрания. И ты, сыны твои, с тобою, наблюдайте священство ваше во всем, что принадлежит жертвеннику и что внутри за завесою и служите. Вам даю я в дар службу священства, а посторонний приступивший предан будет смерти. И сказал Господь Аарону, вот я поручаю тебе наблюдать за возношениями мне от всего посвящаемого сынами израилевыми я дал тебе и сынам твоим ради священства вашего уставом вечным. Вот что принадлежит тебе из святынь великих от сожигаемого всякое приношение их хлебное и всякая жертва их за грех и всякая жертва их повинности что они принесут мне. Это великая святыня тебе и сынам твоим. На святейшем месте ешьте это. Все мужеского пола могут есть. это святынью да будет для тебя. И вот что тебе из возношений даров их все возношения сынов израилевых я дал тебе и сынам твоим и дочерям твоим с тобою уставом вечным. Всякий чистый в доме твоем может есть это. Все лучшее из еле и все лучшее из винограда и хлеба начатки их которые они дают господу я отдал тебе. Все первые произведения земли которые они принесут господу да будут твоими всякий чистый в доме твоем может есть это. Все заклятое в земле израилевой да будет твоим. Все разверзающая ложесна у всякой плоти которую приносят господу из людей из скота да будет твоим только первенец из людей должен быть выкуплен и первородное из скота нечистого должно быть выкуплено а выкуп за них начиная от одного месяца по оценке твоей бери выкуп пять сиклей серебра по сиклю священному которые в 20 гер но запервородное из валов и запервородное из овец и запервородное из кос не бери выкупа они святыня кровью их окропляй жертвенник и тук их сожигай в жертву в приятное благоухание господу мясо же их тебе принадлежит равно как грудь возношения и правое плечо тебе принадлежит все возносимые святыни которые возносят сыны израилевы господу отдаю тебе и сынам твоим и дочерям твоим с тобою уставом вечным это завет соли вечные пред господом данный для тебя и потомство твоего с тобою и сказал господь Аарону в земле их не будешь иметь удела и части не будет тебе между ними я часть твоя и удел твой среди сынов израилевых а сынам левия вот я дал в удел десятину из всего что у израиля за службу их за то что они отправляют службы в скинии собрания и сыны израилевы не должны впредь приступать к скинии собрания дабы не понести греха и не умереть пусть левиты исправляют службы в скинии собрания и несут на себе грех их это устав вечные вроды ваши среди же сынов израилевых они не получат удела так как десятину сынов израилевых которую они приносят в возношение господу я отдаю левитам в удел потому и сказал я им между сынами израилевыми они не получат удела и сказал господь моисею говоря объяви левитам и скажи им когда вы будете брать от сынов израилевых десятину которую я дал вам от них в удел то возносите из нее возношение господу десятину из десятины и вменено будет вам это возношение ваше как хлеб с гумна и как взятое отточило так и вы будете возносить возношение господу из всех десятин ваших которые будете брать от сынов израилевых и будете давать из них возношение господне аарону священнику из всего даруемого вам возносите возношение господу из всего лучшего освящаемого и скажи когда вы принесете из всего лучшее то это вменено будет левитом как получаемое с гумна и получаемое отточило вы можете есть это на всяком месте вы и семейство ваше ибо это вам плата за работы ваши скинии собрания и не понесете за это греха когда принесете лучшее из всего и посвящаемого сынами израилевыми не оскверните и не умрете числа глава девятнадцатая и сказал господь моисею и арону говоря вот устав закона который заповедал господь говоря скажи сынам израилевым пусть приведут тебе рыжую телицу без порока у которой нет недостатка и на которой не было ерма и отдайте ее елеазару священнику и выведет ее вон из стана и заколют ее при нем и пусть возьмет елеазар священник перстом своим крови ее и кровью покропит к передней стороне скинии собрания семь раз и сожгут телицу при его глазах кожу ее и мясо ее и кровь ее с нечистотою ее пусть сожгут и пусть возьмет священник кедрового дерева и сопа и нить исчервленой шерсти и бросит на сожигаемую телицу и пусть вымоет священник одежды свои и омоет тело свое водою и потом войдет в стан и нечист и священник до вечера и сожигавший ее пусть вымоет одежды свою водою и омоет тело свое водою и нечист будет до вечера и кто-нибудь чистый пусть соберет пепел телицы и положит вне стана на чистом месте и будет он сохраняться для общества сынов израилевых для воды очистительной это жертва за грех и собиравший пепел телицы пусть вымоет одежды свои и нечист будет до вечера это для сынов израилевых и для пришельцев живущих у них да будет уставом вечным кто прикоснется к мертвому телу какого-либо человека нечист будет семь дней он должен очистить себя сею водою в третий день и в седьмый день и будет чист если же он не очистит себя в третий и седьмый день то не будет чист всякий прикоснувшийся к мертвому телу какого-либо человека умершего и не очистивший себя осквернит жилище господа истребится человек тот из среды Израиля ибо он не окроплен очистительную водою он нечист его нечистота еще на нем вот закон если человек умрет в шатре то всякий кто придет в шатер и все что в шатре нечисто будет семь дней всякий открытый сосуд который не обвязан и не покрыт нечист всякий кто прикоснется на поле к убитому мечом или к умершему или к кости человеческой или к гробу нечист будет семь дней для нечистого пусть возьмут пепло той сожженной жертвы за грех и нальют на него живой воды в сосуд и пусть кто-нибудь чистый возьмет и соп и омочит его в воде и окропит шатеры все сосуды и людей которые находятся в нем и прикоснувшегося к кости человеческой или к убитому или к умершему или к гробу и пусть окропит чистый нечистого в третий и седьмый день и очистит его в седьмый день и вымоет он одежды свои и омоет тело свое водою и к вечеру будет чист если же кто будет нечист и не очистит себя то истребится человек тот из среды народа ибо он осквернил святилище господа очистительную водой он не окроплен он нечист и да будет это для них уставом вечным и крапивший очистительную водою пусть вымоет одежды свои и прикоснувшийся к очистительной воде нечист будет до вечера и все к чему прикоснется нечистый будет нечисто и прикоснувшийся человек нечист будет до вечера числа глава двадцатая и пришли сыны израилевых все общество в пустыню Син в первый месяц и остановился народ в Кадесе и умерла там Мориам и погребена там и не было воды для общества и собрались они против Моисея и Аарона и возраптал народ на Моисея и сказал о если бы мы умерли тогда и мы когда умерли братья наши пред Господом зачем вы привели общество Господне в эту пустыню чтобы умереть здесь нам и скоту нашему и для чего вывели вы нас из Египта чтобы привести нас на это негодное место где нельзя сеять нет ни смоковниц ни винограда ни гранатовых яблоков ни даже воды для питья и пошел Моисей и Аарон от народа ко входу скинии собрания и пали на лица свои и явилось им слава Господня и сказал Господь Моисею говоря возьми жезл и собери общество ты и Аарон брат твой и скажите в глазах их скале и она даст из себя воду и так ты изведешь им воду из скалы и напоишь общество и скот его и взял Моисей жезл от лица Господа как он повелел ему и собрали Моисей и Аарон народ к скале и сказал он послушайте непокорные разве нам из этой скалы известь для вас воду и поднял Моисей руку свою и ударил скалу жезлом своим дважды и потекло много воды и пила общество и скот его и сказал Господь Моисею и Аарону за то что вы не поверили мне чтобы явить святость мою пред очами сынов израилевых не введете вы народа сего в землю которую я даю ему это вода миривы у которой вошли в расприю сыны израилевы с Господом и он явил им святость свою и послал Моисей из Кодеса послов к царю Идомскому сказать так говорит брат твой Израиль ты знаешь все трудности которые постигли нас отцы наши перешли в Египет и мы жили в Египте много времени и худо поступали египтяне с нами и отцами нашими и воззвали мы к Господу и услышал он голос наш и послал ангелы и вывел нас из Египта и вот мы в Кодесе городе у самого предела твоего позволь нам пройти землею твоею мы не пойдем по полям и по виноградникам и не будем пить воды из колодезей твоих но пойдем дорогу царскую не своротим ни направо ни налево доколе не перейдем пределов твоих но и дом сказал ему не проходи через меня иначе я с мечом выступлю против тебя и сказали ему сыны Израилевы мы пойдем большую дорогою и если будем пить твою воду я и скот мой то буду платить за нее только ногами моими пройду что ничего не стоит но он сказал не проходи и выступил против него едом с многочисленным народом и сильную рукою и так не согласился едом позволить Израилю пройти через его пределы и Израиль пошел в сторону от него и отправили сыны Израилевы из Кадеса и пришло всеобщество к горе Ор и сказал Господь Моисею и Арону на горе Ор у пределов земли Домской говоря пусть приложится Арон к народу своему ибо он не войдет в землю которую я даю сынам Израилевым за то что вы непокорны были по велению моему увод Меривы не возьми Ароны или Азара сына его и возведи их на гору Ор и сними с Аарона одежды его и облеки в них Елеазара сына его и пусть Аарон отойдет и умрет там Аарон 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 вверху и снял Моисей с Аарона одежды его и облек в них Елеазара сына его и И умер там Аарон на вершине горы. А Моисей и Елеазар сошли из горы. И увидело все общество, что Аарон умер, и оплакивал Аарона весь дом Израилевых тридцать дней. Числа. Глава двадцать первая. Хананский царь Арада, живущий к югу, услышав, что Израиль идет дорогою от Афарима, вступил в сражение с израильтянами и несколько из них взял в плен. И дал Израиль обет Господу. И сказал, если предашь народ сей в руки Мои, то положу заклятие на города их. Господь услышал голос Израиля и предал Хананеев в руки ему. И он положил заклятие на них и на города их, и нарек имя месту тому. Хорма. Заклятие. От горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю Едома. И стал малодушестоить народ на пути. И говорил народ против Бога и против Моисея. Зачем выявили вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды. И душе нашей опротивила эта негодная пища. И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ. Вот и умерло множество народа из сынов Израилевых. И пришел народ к Моисею и сказал, Согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змеев. И помолился Моисей о народе. И сказал Господь Моисею, Сделай себе змея и выставь его на знамя. И ужаленный, взглянув на него, останется жив. И сделал Моисею медного змея и выставил его на знамя. И когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив. И отправились сыны Израилевы и остановились в Овофе. И отправились из Овофа и остановились в Иеавариме, в пустыне, что против Моава, к восходу солнца. Оттуда отправились и остановились на долине Зарет. Отправившись отсюда, остановились у той части Арнона, в пустыне, которая течет вне пределов Амарея, ибо Арнон — граница Моава между Моавом и Амареем. Потому и сказано в книге браний господних. Вагеп, в суфе, и потоки Арнона, и верховье потоков, которое склоняется к Шебет-Ару и прилегает к пределам Моава. Отсюда отправились к Беэр. Беэр — колодезь. Это тот колодезь, о котором Господь сказал Моисею, собери народ и дам им воды. Тогда воспел Израиль песнь сию. «Наполняйся колодезь! Пойте ему!» Колодезь, который выкопали князья, вырыли вожди народа с законодателем жезлами своими, из пустыни отправились в Матанну. Из Матанны в Нагалиил, из Нагалиила в Вамов, из Вамова в Гай, который в земле Моава, на вершине горы, в Фазге, обращенной лицем к пустыне. И послал Израиль послов к Сигону, царю Амарейскому, чтобы сказать, «Позволь мне пройти землею твоею, не будем заходить в поля виноградники, не будем пить воды из колодезей твоих, а пойдем путем царским, доколе не перейдем пределов твоих». Но Сигон не позволил Израилю идти через свои пределы. И собрал Сигон весь народ свой, и выступил против Израиля в пустыню, и дошел до Иоацы, и сразился с Израилем, и поразил его Израиль мечом, и взял во владение землю его от Арнона до Иовока, до пределов Аммонитских, ибо крепок был предел Аммонитян. И взял Израиль все города Асии, и жил Израиль во всех городах Амарейских, в Есивоне и во всех зависящих от него. Ибо Есивон был город Сигона царя Амарейского, и он воевал с прежним царем Моавицким, и взял из руки его всю землю его до Арнона. Потому, говорят приточники, идите в Есивон, да устроят и утвердят город Сигона. Ибо огонь вышел из Есивона, пламень из города Сигонова, и пожрал Армуав и владеющих высотами Арнона. Горе тебе, Моав! Погиб ты, народ Хамоса! Разбежались сыновья его, и дочери его сделались пленницами Амарейского царя Сигона. Мы поразили их стрелами. Погиб Есивон до Дивона. Мы опустошили их до Нофы, которая близ Медевы. И жил Израиль в земле Амарейской. И послал Моисей высмотреть и Озер, и взяли селения, зависящие от него, и прогнали Амареев, которые в них были. И поворотили, и пошли к Васану. И выступил против них Ог, царь Васанский, сам и весь народ его на сражение к Ядреи. И сказал Господь Моисею, «Не бойся его, ибо я предам его, и весь народ его, и всю землю его в руки твои, и поступишь с ним, как поступил с Сигоном, царем Амарейским, который жил в Есивоне. И поразили они его, и сынов его, и весь народ его, так что ни одного не осталось, и овладели землею его». Числа, глава двадцать вторая. Отправились сыны Израилевы и остановились на равнинах Моава при Иордане против Иерихона. «И видел в Алак сын Сепфоров все, что сделал Израиль Амарием. И весьма боялись Моавитяне народа сего, потому что он был многочислен, и устрашились Моавитяне сынов Израилевых. И сказали Моавитяне старейшинам Модиамским, «Этот народ поедает теперь все вокруг нас, как вол поедает траву полевую». Валак же сын Сепфоров был царем Моавитян в то время. «И послал он послов к Валааму сыну Веорову Пефор, который на реке Ефрате, в земле сынов народа его, чтобы позвать его и сказать, «Вот народ вышел из Египта и покрыл лице земли, и живет он подле меня. Итак, приди, прокляни мне народ сей, ибо он сильнее меня. Может быть, я тогда буду в состоянии поразить его и выгнать его из земли. Я знаю, что кого ты благословишь, тот благословен, и кого ты проклянешь, тот проклят». И пошли старейшины Моавитские и старейшины Модиамские с подарками в руках за волхвование и пришли к Валааму и пересказали ему слова Валаковой. И сказал он им, «Переночуйте здесь ночь и дам вам ответ, как скажет мне Господь». И остались старейшины Моавитские у Валаама. И пришел Бог к Валааму и сказал, «Какие это люди у тебя?» Валаам сказал Богу, «Валаак, сын Сепфоров, царь Моавитский, прислал их ко мне сказать, «Вот народ вышел из Египта и покрыл лице земли, и так приди, проклини мне его, может быть, я тогда буду в состоянии сразиться с ним и выгнать его». И сказал Бог Валааму, «Не ходи с ними, не проклинай народа сего, ибо он благословен». И встал Валаам поутру и сказал князьям Валаковым, «Пойдите в землю вашу, ибо не хочет Господь позволить мне идти с вами». И встали князья Моавитские и пришли к Валаку и сказали ему, «Не согласился Валаам идти с нами». Валаак послал еще князей более знаменитей тех. И пришли они к Валааму и сказали ему, «Так говорит Валаак, сын Сепфоров, не откажись, прийти ко мне, я окажу тебе великую почесть и сделаю тебе все, что не скажешь мне, приди же, проклини мне народ сей». И отвечал Валаам и сказал рабам Валаковым, «Хотя бы Валаак давал мне полный свой дом серебра и золота, не могу приступить повеление Господа Бога моего и сделать что-либо малое или великое по своему произволу. Впрочем, останьтесь здесь и вы на ночь, и я узнаю, что еще скажет мне Господь». И пришел Бог к Валааму ночью и сказал ему, «Если люди сии пришли звать тебя, встань, пойди с ними, но только делай то, что я буду говорить тебе». Валаам встал поутру, оседлал ослицу свою и пошел с князьями моавицкими. И воспылал гнев Божий за то, что он пошел, и стал ангел Господень на дороге, чтобы воспрепятствовать ему. Он ехал на ослицу своей и с ним двое слуг его. И увидела ослица ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке, и своротила ослица с дороги, и пошла на поле, а Валаам стал бить ослицу, чтобы возвратить ее на дорогу. И стал ангел Господень на узкой дороге между виноградниками, где с одной стороны стена, и с другой стороны стена. Ослица, увидев ангела Господня, прижалась к стене и прижала ногу Валаамову к стене, и он опять стал бить ее. Ангел Господень опять перешел и стал в тесном месте, где некуда своротить ни направо, ни налево. Ослица, увидев ангела Господня, легла под Валаамом, и воспылал гнев Валаамы, и стал он бить ослицу палкою. И отверз Господь уста ослицы, и она сказала Валааму, что я тебе сделала, что ты бьешь меня вот уже третий раз. Валаам сказал ослице, за то, что ты поругалась надо мною. Если бы у меня в руке был меч, то я теперь же убил бы тебя. Ослица же сказала Валааму. Не я ли твоя ослица, на которой ты ездил с начала до сего дня? Имела ли я привычку так поступать с тобой? Он сказал нет. И открыл Господь глаза Валааму. И увидел он ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке, и преклонился, и пал на лице свое. И сказал ему ангел Господень, за что ты бил ослицу твою вот уже три раза? Я вышел, чтобы воспрепятствовать тебе, потому что путь твой не прав предо мною. И ослица, видев меня, своротила от меня вот уже три раза. Если бы она не своротила от меня, то я убил бы тебя, а ее оставил бы живою. И сказал Валааму ангелу Господню, согрешил я, ибо не знал, что ты стоишь против меня на дороге. Итак, если это неприятно в очах твоих, то я возвращусь. И сказал ангел Господень Валааму, поиди с людьми сими, только говори то, что я буду говорить тебе. И пошел Валаам с князьями Валаковыми. Валак, услышав, что идет Валаам, вышел навстречу ему в город Моавицкий, который на границе при Арноне, что у самого предела. И сказал Валаам к Валааму, не посылал ли я к тебе звать тебя? Почему ты не шел ко мне? Неужели я в самом деле не могу почтить тебя? И сказал Валаам Валаку, вот, я и пришел к тебе. Но могу ли я что от себя сказать? Что уложит Бог в уста мои, то и буду говорить. И пошел Валаам с Валаком, и пришли в Кириав, Хуцов. И заколол Валак, волов и овец, и послал к Валааму и князьям, которые были с ним. На другой день утром Валак взял Валаама и возвел его на высоты Вааловы, чтобы он увидел оттуда часть народа. Числа, глава 23. И сказал Валаам Валаку, построй мне здесь семь жертвенников и приготовь мне семь тельцов и семь овнов. Валак сделал так, как говорил Валаам, и вознесли Валак и Валаам по тельцу и по овну на каждом жертвеннике. И сказал Валаам Валаку, постой у всесожжения твоего, а я пойду. Может быть, Господь выйдет мне навстречу. И что он откроет мне, я объявлю тебе. И пошел на возвышенное место. И встретился Бог с Валаамом, и сказал ему Валаам, семь жертвенников устроил я. И вознес по тельцу и по овну на каждом жертвеннике. И вложил Господь слово в уста Валаамовы и сказал, возвратись к Валаку и так говорите. И возвратился к нему. И вот он стоит у всесожжения своего, он и все князья Моавицкие. И произнес притчу свою и сказал, из Месопотамии привел меня Валак, царь Моава от гор восточных. Приди, проклини мне Иакова, приди из реки зло на Израиля. Как прокляну я? Бог не проклинает его. Как из реку зло? Господь не изрекает на него зла. С вершины скал вижу я его, из холмов смотрю на него. Вот народ живет отдельно, и между народами не числится. Кто исчислит песок Иакова, Иакова, и число четвертой части Израиля. Да умрет душа моя смертью праведников, и да будет кончина моя, как их. И сказал Валак Валааму, что ты со мною делаешь? Я взял тебя, чтобы проклясть врагов моих, а ты вот благословляешь. И отвечал он, и сказал, «Не должен ли я в точности сказать то, что влагает Господь в уста мои?» И сказал ему Валак, «Пойди со мною на другое место, с которого ты увидишь его, но только часть его увидишь, а всего его не увидишь. И прокляни мне его оттуда». И взял его на место стражей на вершину горы Фазги, и построил семи жертвенников, и вознес по тельцу и по овну на каждом жертвеннике. И сказал Валаам Валаку, «Постой здесь у всесожжения твоего, а я пойду туда, навстречу Богу». И встретился Господь с Валаамом, и вложил слово в уста его, и сказал, «Возвратись к Валаку, и так говори». И пришел к нему, и вот он стоит у всесожжения своего, и с ним князья Моевицкие. И сказал ему Валак, «Что говорил Господь?» Он произнес притчу свою, и сказал, «Встань, Валак, и послушай, внимай мне, сын Сепфоров, Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит? Вот благословлять начал я, ибо Он благословил, и я не могу изменить сего. Не видно бедствия в Иакове, и незаметно несчастье в Израиле. Господь Бог его с ним, и трубный царский звук у него. Бог вывел их из Египта, быстрота единорога у него. Нет волшебства в Иакове, и нет вражбы в Израиле. В свое время скажут об Иакове и об Израиле. Вот что творит Бог. Вот народ, как львица, встает, и как лев поднимается, не ляжет, пока не съест добычи и не напьется крови убитых. И сказал Валак Валааму, «Не клясть, не кляни его, не благословлять, не благословляй его!» И отвечал Валаам и сказал Валаку, «Не говорил ли я тебе, что я буду делать все то, что скажет мне Господь?» И сказал Валак Валааму, «Пойди, я возьму тебя на другое место. Может быть, угодно будет Богу, и оттуда проклянешь мне его». И взял Валак Валаама наверх фигура, обращенного к пустыне. И сказал Валаам Валаку, «Построй мне здесь семь жертвенников, и приготовь мне здесь семь тельцов и семь овнов». И сделал Валак, как сказал Валаам, и вознес по тельцу и овну на каждом жертвеннике. Числа Глава двадцать четвертая Валаам увидел, что Господу угодно благословлять Израиля, и не пошел, как прежде, для волхвования, но обратился лицем своим к пустыне. И взглянул Валаам, и увидел Израиля, стоявшего по коленам своим, и был на нем Дух Божий. И произнес он притчу свою, и сказал, «Говорит Валаам, сын Веоров, говорит, муж с открытым оком, говорит, слышащий слова Божии, который видит видение всемогущего, падает, но открыты глаза его. Как прекрасны шатры твои, Иаков, жилища твои, Израиль, растилаются они, как долины, как сады при реке, как алойные дерева, насажденные Господом, как кедры при водах. Польется вода из ведра его, и семя его будет, как великие воды. Превзойдет Агага, царь его, и возвысится царство его. Бог вывел его из Египта, быстрота единорога у него, пожирает народы, враждебные ему, раздробляет кости их, и стрелами своими разит врага. Преклонился, лежит, как лев и как левица, кто поднимет его, благословляющий тебя, благословен. И проклинающий и проклинающий проклят. И воспламенился гнев Валакана Валаама, и всплеснул он руками своими, и сказал Валак Валааму, Я призвал тебя проклясть врагов моих, а ты благословляешь их вот уже третий раз. Итак, беги в свое место, я хотел почтить тебя, но вот Господь лишает тебя чести. И сказал Валаам Валаку, Не говорил ли я послам твоим, которых ты присылал ко мне, хотя бы давал мне Валак полный свой дом серебра и золота, не могу приступить повеление Господня, чтобы сделать что-либо доброе или худое по своему произволу. Что скажет Господь, то и буду говорить. Итак, вот я иду к народу своему, пойди, я возвещу тебе, что сделает народ сей с народом твоим впоследствии времени. И произнес притчу свою и сказал, говорит Валам сын Веров, говорит муж с открытым оком, говорит слышащий слова Божии, имеющий ведение от Всевышнего, который видит видение Всемогущего, падает, но открыты очи его. Вижу его, но ныне еще нет, зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля, и разит князей Муава и сокрушает всех сынов Сифовых. Едом будет подовладением, Сеир будет подовладением врагов своих, а Израиль явит силу свою. Происшедший от Иакова овладеет и погубит оставшееся от города. И увидел он Амалика и произнес притчу свою и сказал, первый из народов Амалик, но конец его гибель. И увидел он Кинеев и произнес притчу свою и сказал, крепко жилище твое, и на скале положено гнездо твое, но разорен будет Каин, и недолго до того, что Ассур уведет тебя в плен. И произнес притчу свою и сказал, горе, кто уцелеет, когда наведет сие бог. Придут корабли от Китима и смирят Ассура и смирят Евера, но им гибель. И встал Влаам и пошел обратно в свое место, Авалак так же пошел своею дорогою. Числа глава двадцать пятая И жил Израиль в Сеттиме и начал народ блудодействовать с дочерями Моава и приглашали они народ к жертвам богов своих и ел народ жертвы их и кланялся богам их и прилепился Израиль квал фигуру и воспламенился гнев господень на Израиля и сказал господь Моисею возьми всех начальников народа и повеси господу перед солнцем и отвратиться от Израиля ярость гнева господня и сказал Моисей судьям Израилевым убейте каждый людей своих прилепившихся к валфи гору и вот некто из сынов Израилевых пришел и привел к братьям своим Мадионитинку в глазах Моисея и в глазах всего общества сынов Израилевых когда они плакали у входа скинии собрания Финиес сын Елеазара сына Аарона священника увидев это встал из среды общества и взял в руку свою копье и вошел вслед за израильтянином в спальню и пронзил обоих их израильтянина и женщину в чрево ее и прекратилось поражение сынов Израилевых умерших же от поражения было двадцать четыре тысячи и сказал Господь Моисею говоря Финиес сын Елеазара сына Аарона священника отвратил ярость мою от сынов Израилевых возревновав по мне среди их и я не истребил сынов Израилевых в ревности моей посему скажи вот я даю ему мой завет мира и будет он ему и потомству его по нем заветом священства вечного за то что он показал ревность по Боге своем и заступил сынов Израилевых имя имя убитого израильтянина который убит с Модианитинкою было Зимри сын Салу начальник поколения Симеонова а имя убитой Модианитинки Хазва она была дочь Цура начальника Оммофа племени Модиамского и сказал Господь Моисею говоря враждуйте с Модианитинами и поражайте их ибо они враждебно поступили с вами в коварстве своем прельстив вас Фегором и Хазвою дочерью начальника Модиамского сестрою своею убитую в день поражения за Фегора Числа глава 26 После сего поражения сказал Господь Моисею и Елиазару сыну Аарона священнику говоря Исчислите все общество сынов Израилевых от 20 лет и выше по семействам их всех годных для войны у Израиля И сказал им Моисей и Елиазар священник на равнинах Моавицких у Иордана против Иерихона говоря Исчислите всех от 20 лет и выше как повелел Господь Моисею и сынам Израилевым которые вышли из земли Египетской Рувим первенец Израиля сыны Рувима от Ханоха поколения Ханохова от Фаллу поколения Фаллуева от Хецрона поколения Хецронова от Харми поколения Хармиева вот поколения Рувимовы и исчисленных 43 730 и сыны Фаллуя Елеав сыны Елеава Немуил Дафан и Аверон это те Дафан и Аверон призываемые в собрание которые произвели возмущение против Моисея и Аарона вместе с сообщниками Корея когда сии произвели возмущение против Господа и разверзла земля уста свои и поглотила их и Корея вместе с ними умерли и сообщники их когда огонь пожрал 250 человек и стали они в знамени но сыны Кореевы не умерли сыны Симеона по поколениям их от Немуила поколение Немуилова от Емина поколения Еминова от Ехина поколения Ехинова от Зары поколения Зарина от Саула поколения Саулова вот поколения Симеоновы 22 200 сыны гада по поколениям их. От Цифона, поколения Цифонова. От Хаггия, поколения Хаггиева. От Шуния, поколения Шуниева. От Озния, поколения Озниева. От Ерия, поколения Ериева. От Орода, Поколение Ородова. От Арелия поколение Арелиева. Вот поколение сынов Гадовых, по исчислению их сорок тысяч пятьсот. Сыны Иуды Ир и Онан. Но Ир и Онан умерли в земле Хананской. И были сыны Иуды по поколениям их. От Шелы поколение Шелина. От Фареса поколение Фаресова. От Зары поколение Зарина. И были сыны Фаресовы. От Ясрома поколение Ясромова. От Хамула поколение Хамулова. Вот поколение Иудины по исчислению их семьдесят шесть тысяч пятьсот. Сыны Иссахаровы по поколениям их. От Фолы поколение Фолина. От Фувы поколение Фувина. От Иашува поколение Яшувова. От Шемрона поколение Шемронова. Вот поколение Иссахаровы по исчислению их шестьдесят четыре тысячи триста. Сыны Завулона по поколениям их. От Середа поколение Середова. От Елона поколение Ялонова. От Иохлеила поколение Яхлеилова. Вот поколение Завулоновы по исчислению их шестьдесят тысяч пятьсот. Сыны Иосифа по поколениям их. Монессия и Ефрем. Сыны Монессии. От Махира поколение Махирова. От Махира родился Глад. От Глада поколение Гладова. Вот сыны Гладовы. От Иезера поколение Езерова. От Хелика поколение Хеликова. От Асриила поколение Асриилова. От Шехема поколение Шехемова. От Шемиды поколение Шемидина. От Хефера поколение Хеферова. У Салпада сына Хеферова не было сыновей, а только дочери. Имя дочерей Салпадовых — Махла, Ноа, Хогла, Мелка и Фирца. Вот поколение Моносины, а исчисленных — пятьдесят девять тысячи семьсот. Вот сыны Ефремовы по поколениям их, от Шутелы — поколение Шутелина, от Бехера — поколение Бехерова, от Тахана — поколение Таханова. И вот сыны Шутелы от Арана — поколение Аранова. Вот поколение сынов Ефремовых, по исчислению их — тридцать две тысячи пятьсот. Вот сыны Иосифовы по поколениям их, сыны Вениамина по поколениям их, от Белы — поколение Белина, от Ажбела — поколение Ажбелого, от Ахирама — поколение Ахирамова, от Шефуфама — поколение Шефуфамова, от Хуфама — поколение Хуфамова. И были сыны Белы — Ард и Нааман, от Арда — поколение Ардова, от Наамана — поколение Нааманова. Вот сыны Вениамина по поколениям их, а исчисленные их — сорок пять тысяч шестьсот. Вот сыны Дановы по поколениям их, от Шухама — поколение Шухамова. Вот семейство Дановы по поколениям их. Из всех поколений Шухама по исчислению их — шестьдесят четыре тысячи четыреста. Сыны Асировы по поколениям их, от Имны — поколение Имнина, от Ишвы — поколение Ишвина, от Верии — поколение Вериина. От Сынов Верии, от Хевера — поколение Хеверова, от Малхила — поколение Малхилова. Имя дочери Асировой — Сара. Вот поколение сынов Асировых, по исчислению их — пятьдесят три тысячи четыреста. Сыны Нефалима по поколениям их, от Иахцейла — поколение Иахцейлова, от Гунья — поколение Гуньева, от Иецера — поколение Иецерова, от Шеллема — поколение Шеллемова. Вот поколение Нефалимовы по поколениям их, исчислено же их сорок пять тысяч четыреста. Вот число вошедших в исчисление сынов Израилевых — шестьсот одна тысяча семьсот тридцать. И сказал Господь Моисеев, говоря, Сим в удел должно разделить землю по числу имен. Кто многочисленнее, тем дай удел более, а кто малочисленнее, тем дай удел менее. Каждому должно дать удел соразмерно с числом вошедших в исчисление. По жребию должно разделить землю. По именам колен отцов их должны они получить уделы. По жребию должно разделить им уделы их, как многочисленным, так и малочисленным. Сии суть вошедшие в исчисление левиты по поколениям их. От Герсона — поколение Герсонова. От Каафа — поколение Каафова. От Мирари — поколение Мирарина. Вот поколение Левиены. Поколение Ливнеева. Поколение Хевронова. Поколение Махлеева. Поколение Мушеева. Поколение Кореева. От Каафа родился Амрам. Имя жены Амрамовой — Иохаведа, дочь Левиена, которую родила жена Олевиена в Египте. А она, Амраму, родила Аарона, Моисея и Мариаме, сестру их. И родились у Аарона Надаф и Авиуд, Елеазар и Ифамар. Но Надаф и Авиуд умерли, когда принесли чуждый огонь пред Господа. И было исчислено двадцать три тысячи всех мужеского пола от одного месяца и выше, ибо они не были исчислены вместе с сынами Израилевы, потому что не дано ему дело среди сынов Израилевых. Вот исчисленные Моисеем и Елеазаром священникам, которые исчисляли сынов Израилевых на равнинах Моавицких у Иордана против Иерихона. В числе их не было ни одного человека, из исчисленных Моисеем и Аароном священником, которые исчисляли сынов Израилевых в пустыне Синайской. Ибо Господь сказал им, что умрут они в пустыне, и не осталось из них никого, кроме Халева, сына Ифонина, и Иисуса, сына Навина. Числа, глава двадцать седьмая. И пришли дочери Салпада, сына Хеферова, сына Гладова, сына Махирова, сына Мансина, из поколения Манессии сына Иосифова. И вот имена дочерей его Махла, Ноа, Хогла, Мелка и Фирца. И предстали пред Моисея, и пред Елеазара священника, и пред князей, и пред все общество у входа с кинии собрания, и сказали, Отец наш умер в пустыне, и он не был в числе сообщников, собравшихся против Господа со Скопищем Кореевым. Но за свой грех умер, и сыновей у него не было. За что исчезать имени отца нашего из племени его, потому что нет у него сына? Дай нам удел среди братьев отца нашего. И представил Моисей, делая их Господу. И сказал Господь Моисеев, Правду говорят дочери Салпадовы, дай им наследственный удел среди братьев отца их, и передай им удел отца их. И сынам Израилевым объяви и скажи, Если кто умрет, не имея у себя сына, то передавайте удел его дочери его. Если же нет у него дочери, передавайте удел его братьям его. Если же нет у него братьев, отдайте удел его братьям отца его. Если же нет братьев отца его, отдайте удел его близкому родственнику его, из поколения его, чтобы он наследовал его. И да будет это для сынов Израилевых, постановлено в закон, как повелел Господь Моисею. И сказал Господь Моисею, взойди на сию гору Аварим и посмотри на землю, которую я даю сынам Израилевым. И когда посмотришь на нее, приложись к народу своему и ты, как приложился Аарон, брат твой, потому что вы не послушались повеления моего в пустыне Син во время распри общества, чтобы явить пред глазами их святость мою при водах Миривы. И сказал Моисей Господу, говоря, да поставит Господь, Бог духов всякой плоти, над обществом сим человека, который выходил бы пред ними и который входил бы пред ними, который выводил бы их и который приводил бы их, чтобы не осталось общества Господне, как овцы, у которых нет пастыря. И сказал Господь Моисею, возьми себе Иисуса, сына Новина, человека, в котором есть дух, и возложи на него руку твою, и поставь его пред Елеазаром священником и пред всем обществом, и дай ему наставление пред глазами их, и дай ему от славы твоей, чтобы слушало его все общество сынов Израилевых. И будет он обращаться к Елеазару священнику и спрашивать его о решении посредством Урима пред Господом. И по его слову должны выходить, и по его слову должны входить он и все сыны Израилевы с ним и все общество. И сделал Моисей, как повелел ему Господь, и взял Иисуса, и поставил его пред Елеазаром священником и пред всем обществом, и возложил на него руки свои, и дал ему наставление, как говорил Господь через Моисея. Числа, глава двадцать восьмая И сказал Господь Моисею, говоря Повели сынам Израилевым и скажи им, наблюдайте, чтобы приношение мое, хлеб мой в жертву мне, в приятное благоухание мне, приносимо было мне в свое время. И скажи им, вот жертва, которую вы должны приносить Господу. Два агнца однолетних без порока на день, во всесожжение постоянное. Одного агнца приноси утром, а другого агнца приноси вечером. И в приношение хлебное, приноси десятую часть эфы пшеничной муки, смешанной с четвертью гина, выбитого елея. Это всесожжение постоянное, какое совершено было при горе Синаи, в приятное благоухание в жертву Господу. И возлияние при ней четверть гина на одного агнца. На святом месте возливай возлияние вино Господу. Другого агнца приноси вечером, с таким хлебным приношением, как поутру, и с таким же возлиянием при нем приноси его в жертву, в приятное благоухание Господу. А в субботу приносите двух агнцев, однолетних, без порока, и в приношение хлебное две десятых части эфы пшеничной муки, смешанной с елеем, и возлияние при нем. Это субботнее всесожжение в каждую субботу, сверхпостоянного всесожжения и возлияния при нем. И в новомесячие ваши приносите всесожжение Господу. Из крупного скота двух тельцов, одного овна и семь однолетних агнцев, без порока. И три десятых части эфы пшеничной муки, смешанной с елеем, в приношение хлебное на одного тельца. И две десятых части эфы пшеничной муки, смешанной с елеем, в приношение хлебное на овна. И по десятой части эфы пшеничной муки, смешанной с елеем, в приношение хлебное на каждого агнца. Это всесожжение, приятное благоухание, жертва Господу. И возлияние при них должно быть полгина вина на тельца, треть гина на овна и четверть гина на агнца. Это всесожжение в каждое новомесячие, во все месяцы года. И одного козла приносите Господу в жертву за грех. Сверх всесожжение постоянного должно приносить его с возлиянием его. В первый месяц, в четырнадцатый день месяца, Пасха Господня. И в пятнадцатый день сего месяца, праздник. Семь дней должны есть опресники. В первый день, да будет у вас священное собрание, никакой работы не работайте. И приносите жертву всесожжение Господу из крупного скота двух тельцов, одного овна и семь однолетних агнцев. Без порока они должны быть у вас. И при них в приношение хлебное приносите пшеничной муки, смешанной с елеем, три десятых части эфы на каждого тельца и две десятых части эфы на овна. И по десятой части эфы приноси на каждого из семи агнцев и одного козла в жертву за грех для очищения вас. Сверх утреннего всесожжения, которое есть всесожжение постоянное, приносите сие. Так приносите и в каждой из семи дней. Это хлеб, жертва, приятное благоухание Господу. Сверх всесожжение постоянного и возлияние его должно приносить сие. И в седьмый день да будет у вас священное собрание. Никакой работы не работайте. И приносите всесожжение в приятное благоухание Господу. Из крупного скота, двух тельцов, одного овна и семь однолетних агнцев. И при них в приношение хлебное, пшеничной муки, смешанной с елеем, три десятых части эфы на каждого тельца, две десятых части эфы на овна. И по десятой части эфы на каждого из семи агнцев. И одного козла в жертву за грех для очищения вас. Сверхпостоянного всесожжения и хлебного приношения при нем приносите сие мне с возлиянием их. Без порока должны быть они у вас. Числа, глава двадцать девятая. И в седьмый месяц, в первый день месяца, да будет у вас священное собрание. Никакой работы не работайте. Пусть будет это у вас день трубного звука. И приносите всесожжение в приятное благоухание Господу. Одного тельца, одного овна, семь однолетних агнцев без порока. И при них в приношение хлебное, пшеничной муки, смешанной с елеем, три десятых части эфы на тельца, две десятых части эфы на овна. И одну десятую часть эфы на каждого из семи агнцев. И одного козла в жертву за грех для очищения вас. Сверх новомесячного всесожжения и хлебного приношения его. И сверхпостоянного всесожжения и хлебного приношения его. И возлияние их по уставу в приятное благоухание Господу. И в десятый день сего седьмого месяца пусть будет у вас священное собрание. Смиряйте тогда души ваши и никакого дела не делайте. И приносите всесожжение Господу в приятное благоухание. Одного тельца, одного овна, семь однолетних агнцев без порока пусть будут они у вас. И при них в приношение хлебной пшеничной муки, смешанной с елеем, три десятых части эфы на тельца, две десятых части эфы на овна. И по десятой части эфы на каждого из семи агнцев. И одного козла в жертву за грех, сверх жертвы за грех, приносимый в день очищения. И сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения его и возлияния их. И в пятнадцатый день седьмого месяца пусть будет у вас священное собрание. Никакой работы не работайте. И празднуйте праздник Господень семь дней. И приносите всесожжение, жертву, приятное благоухание Господу, тринадцать тельцов, двух овнов, четырнадцать однолетних агнцев. Без порока пусть будут они. И при них в приношениях хлебная, пшеничной муки, смешанной с елеем, три десятых части эфы на каждого из тринадцати тельцов, две десятых части эфы на каждого из двух овнов, и по десятой части эфы на каждого из четырнадцати агнцев, и одного козла в жертву за грех, сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения его и возлияния его. И во второй день двенадцать тельцов, двух овнов, четырнадцать однолетних агнцев без порока. И при них приношения хлебная и возлияния для тельцов, овнов и агнцев по числу их по уставу. И одного козла в жертву за грех, сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения и возлияния их. И в третий день одиннадцать тельцов, двух овнов, четырнадцать однолетних агнцев без порока. И при них приношения хлебная и возлияния для тельцов, овнов и агнцев по числу их по уставу. И одного козла в жертву за грех, сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения и возлияния его. И в четвертый день десять тельцов, двух овнов, четырнадцать однолетних агнцев без порока. И при них приношения хлебная и возлияния для тельцов, овнов и агнцев по числу их по уставу. И одного козла в жертву за грех, сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения и возлияния его. И в пятый день девять тельцов, двух овнов, четырнадцать однолетних агнцев без порока. И при них приношения хлебная и возлияния для тельцов, овнов и агнцев по числу их по уставу. И одного козла в жертву за грех, сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения и возлияния его. И в шестый день восемь тельцов, двух овнов, четырнадцать однолетних агнцев без порока. И при них приношения хлебная и возлияния для тельцов, овнов и агнцев по числу их по уставу. И одного козла в жертву за грех, сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения и возлияния его. И в седьмый день семь тельцов, двух овнов, четырнадцать однолетних агнцев без порока. И при них приношения хлебная и возлияния для тельцов, овнов и агнцев по числу их по уставу. И одного козла в жертву за грех, сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения и возлияния его. В восьмый день пусть будет у вас отдание праздника. Никакой работы не работайте. И приносите всесожжение, жертву, приятное благоухание Господу. Одного тельца, одного овна, семь однолетних агнцев без порока. И при них приношение хлебное и возлияние для тельца, овна и агнцев по числу их по уставу. И одного козла в жертву за грех, сверх всесожжения постоянного и приношения хлебного и возлияния его. Приносите это Господу в праздники ваши, сверхприносимых вами по обету или по усердию всесожжений ваших и хлебных приношений ваших и возлияния ваших и мирных жертв ваших. Числа, глава тридцатая. И пересказал Моисей сынам Израилевым все, что повелел Господь Моисею. И сказал Моисей начальникам колен сынов Израилевых, говоря, Вот что повелел Господь. Если кто даст обет Господу или поклянется клятвою, положив зарок на душу свою, то он не должен нарушать слово своего, но должен исполнить все, что вышло из уст его. Если женщина даст обет Господу и положит на себя зарок в доме отца своего, в юности своей, и услышит отец обет ее и зарок, который она положила на душу свою, и промолчит о том отец ее, то все обеты ее состоятся, и всякий зарок ее, который она положила на душу свою, состоится. Если же отец ее, услышав, запретит ей, то все обеты ее и зароки, которые она возложила на душу свою, не состоятся. И Господь простит ей, потому что запретил ей отец ее. Если она выйдет за мужество, а на ней обет ее, или слово уст ее, которым она связала себя, и услышит муж ее, и услышавши промолчит, то обеты ее состоятся, и зароки ее, которые она возложила на душу свою, состоятся. Если же муж ее, услышавши, запретит ей, и отвергнет обет ее, который на ней, и слово уст ее, которым она связала себя, то они не состоятся, и Господь простит ей. Обет же вдовы и разведенный, какой бы она ни возложила зарок на душу свою, состоится. Если жена в доме мужа своего дала обет, или возложила зарок на душу свою, склятвою, и муж ее слышал, и промолчал о том, и не запретил ей, то все обеты ее состоятся, и всякий зарок, который она возложила на душу свою, состоится. Если же муж ее, услышавши, отвергнул их, то все вышедшие из уст ее, обеты ее, и зароки души ее, не состоятся, муж ее уничтожил их, и Господь простит ей. Всякий обет и всякий клятвенный зарок, чтобы смирить душу, муж ее может утвердить, и муж ее может отвергнуть. Если же муж ее молчал о том день за день, то он тем утвердил все обеты ее, и все зароки ее, которые на ней утвердил, потому что он, услышавши, молчал о том. А если отвергнул их, после того, как услышал, то он взял на себя грех ее. Вот уставы, которые Господь заповедал Моисею об отношении между мужем и женою его, между отцом и дочерью его в юности ее, в доме отца ее. Числа. Глава тридцать первая. И сказал Господь Моисею, говоря, Отмсти Мадионитинам за сынов Израилевых, и после отойдешь к народу твоему. И сказал Моисей народу, говоря, Вооружите из себя людей на войну, чтобы они пошли против Мадионитин. Совершить мщение Господне над Мадионитинами. По тысяче из колена от всех колен Израилевых пошлите на войну. И выделено из тысяч Израилевых по тысяче из колена двенадцать тысяч вооруженных на войну. И послал их Моисей на войну по тысяче из колена. Их и Финиеса, сына Илеазара, священника, на войну. И в руке его священные сосуды и трубы для тревоги. И пошли войною на Мадиама, как повелел Господь Моисею, и убили всех мужеского пола. И вместе с убитыми их убили царей Мадиамских, Евея, Рекема, Цура, Хура и Реву, пять царей Мадиамских, и Валаама, сына Виорова, убили мечом. А жен Мадиамских и детей их сыны Израилевы взяли в плен, и весь скот их, и все стада их, и все имение их взяли в добычу. И все города их во владениях их, и все селения их сожгли огнем. И взяли все захваченное, и всю добычу от человека до скота, и доставили пленных и добычу, и захваченное к Моисею и к Елеазару священнику, и к обществу сынов Израилевых, к Стану на равнины Муавицкие, что и Ордана против Иерихона. И вышли Моисей, и Елеазар священник, и все князья общества навстречу им из Стана. И прогневался Моисей на военачальников, тысячи начальников и сто начальников, пришедших с войны. И сказал им Моисей, для чего вы оставили в живых всех женщин? Вот они по совету Валаамову были для сынов Израилевых поводом к отступлению от Господа в угождение фигуру, за что и поражение было в обществе Господнем. Итак, убейте всех детей мужеского пола и всех женщин, познавших мужа на мужеском ложе, убейте. А всех детей женского пола, которые не познали мужеского ложа, оставьте в живых для себя и пробудьте вне Стана семь дней. Всякие убившие человека и прикоснувшиеся к убитому, очиститесь в третий день и в седьмый день вы и пленные ваши. И все одежды, и все кожаные вещи, и все сделанное из козьей шерсти, и все деревянные сосуды очистите. И сказал Елеазар, священник, воинам, ходившим на войну. Вот постановление закона, который заповедал Господь Моисею. Золото, серебро, медь, железо, олово и свинец. И все, что проходит через огонь, проведите через огонь, чтобы оно очистилось. А кроме того, и очистительную водою должно очистить. Все же, что не проходит через огонь, проведите через воду. И одежды ваши вымойте в седьмый день, и очиститесь, и после того входите в стан. И сказал Господь Моисею, говоря, «Сочти добычу плена от человека до скота, ты и Елеазар, священник, и начальники племен общества. И раздели добычу пополам между воевавшими, ходившими на войну, и между всем обществом. И от воинов, ходивших на войну, возьми дань Господу по одной душе из пятисот, из людей, из крупного скота, и из ослов, и из мелкого скота. Возьми это из половины их, и отдай Елеазару, священнику, в возношение Господу. И из половины сынов израилевых возьми по одной доле из пятидесяти, из людей, из крупного скота, из ослов, и из мелкого скота, и отдай это левитам, служащим при скинии Господней». И сделал Моисей и Елеазар священник, как повелел Господь Моисею. И было добычей, оставшись от захваченного, что захватили бывшие на войне, мелкого скота, шестьсот семьдесят пять тысяч, крупного скота семьдесят две тысячи, ослов шестьдесят одна тысяча. Людей, женщин, которые не знали мужеского ложа, всех душ тридцать две тысячи. Половина доля ходивших на войну по расчислению была «Мелкого скота», «Мелкого скота» триста тридцать семь тысяч пятьсот, и дань Господу из «Мелкого скота» шестьсот семьдесят пять, крупного скота тридцать шесть тысяч, и дань из них Господу семьдесят два. Ослов тридцать тысяч пятьсот, и дань из них Господу шестьдесят один. Людей шестнадцать тысяч, и дань из них Господу тридцать две души. И отдал Моисей дань возношение Господу «Илиазару священнику», как повелел Господь Моисею. И из половины сынов Израилевых, которые отделил Моисею бывших на войне. Половина же на долю общества была. Мелкого скота триста тридцать семь тысяч пятьсот, крупного скота тридцать шесть тысяч, а слов тридцать тысяч пятьсот, людей шестнадцать тысяч. Из половины сынов Израилевых взял Моисей одну пятидесятую часть из людей и скота, и отдал это левитам, исполняющим службу при скине и Господней, как повелел Господь Моисею. «И пришли к Моисею начальники над тысячами войска, тысячи начальники и сто начальники, и сказали Моисею, рабы твои сосчитали воинов, которые нам поручены, и не убыло ни одного из них. И вот мы принесли приношение Господу. Кто что достал из золотых вещей цепочки, запястья, перстни, серьги и привески для очищения душ наших пред Господом? И взял у них Моисей и Елизар, священник, золото во всех этих изделиях. И было всего золото, которое принесено в возношение Господу, шестнадцать тысяч семьсот пятьдесят сиклей от тысячи начальников и сто начальников. Войны грабили каждый для себя. И взял Моисей и Елизар, священник, золото от тысячи начальников и сто начальников, и принесли его в Скинию собрание в память сынов Израилевых пред Господом. Числа, глава тридцать вторая. У сынов Рувимовых и у сынов Гадовых стад было весьма много. И увидели они, что земля Иозер и земля Галаат есть место годное для стад. И пришли сыны Гадовы и сыны Рувимовы и сказали Моисею и Елизару, священнику, и князьям общества, говоря, Атаров, и Дивон, и Еазер, и Нимра, и Есивон, и Елеале, и Севам, и Нево, и Вион. Земля, которую Господь поразил предобществом Израилевым, есть земля годная для стад, а у рабов твоих есть стада. И сказали, Если мы нашли благоволение в глазах твоих, отдай землю сию рабам твоим во владение, не переводи нас через Иордан. И сказал Моисей сынам Гадовым и сынам Рувимовым, Братья ваши пойдут на войну, а вы останетесь здесь? Для чего вы отвращаете сердце сынов Израилевых от перехода в землю, которую дает им Господь? Так поступили отцы ваши, когда я посылал их из Кадес-Варни для обозрения земли. Они доходили до долины Эсхол и видели землю, и отвратили сердце сынов Израилевых, чтобы не шли они в землю, которую Господь дает им. И воспылал в тот день гнев Господа, и поклялся он, говоря, Люди сии, вышедшие из Египта от двадцати лет и выше, не увидят земли, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, потому что они не повиновались мне, кроме Халева, сына Ифонина, Кенезейнина и Иисуса, сына Новина, потому что они повиновались Господу. И воспылал гнев Господа на Израиле, и водил он их по пустыне сорок лет, доколе не кончился весь род. Вот, сделавшие зло в очах Господних. И вот вместо отцов ваших восстали вы отродия грешников, чтобы усилить еще ярость гнева Господня на Израиля. Если вы отвратитесь от него, то он опять оставит его в пустыне, и вы погубите весь народ сей. И подошли они к нему и сказали, «Мы построим здесь овчие дворы для стад наших и города для детей наших. Сами же мы первые вооружимся и пойдем пред сынами Израилевыми, доколе не приведем их в места их, а дети наши пусть останутся в укрепленных городах для безопасности от жителей земли. Не возвратимся в домы наши, доколе не вступят сыны Израилевы каждый в свой удел. Ибо мы не возьмем с ними удела по ту сторону Иордана и далее, если удел нам достанется по эту сторону Иордана, к востоку». И сказал им Моисей, «Если вы это сделаете, если вооруженные пойдете на войну пред Господом, и пойдет каждый из вас вооруженный за Иордан пред Господом, доколе не истребит он врагов своих пред собою, и покорена будет земля пред Господом, то после возвратитесь и будете неповинны пред Господом и пред Израилем, и будет земля сия у вас во владении пред Господом. Если же не сделаете так, то согрешите пред Господом и испытайте наказание за грех ваш, который постигнет вас. Стройте себе города для детей ваших и дворы для овец ваших и делайте, что произнесено устами вашими». И сказали сыны Гадовы и сыны Рувимова Моисею, «Рабы твои сделают, как повелевает Господин наш. Дети наши, жены наши, стада наши и весь скот наш останутся тут, в городах Галаада. А рабы твои, все вооружившись, как воины, пойдут пред Господом на войну, как говорит Господин наш». И дал Моисея них повеление Елеазару, священнику и Иисусу, сыну Навину, и начальникам племен сынов Израилевых. И сказал им Моисей, «Если сыны Гадовы и сыны Рувимовы перейдут с вами за Иордан, все вооружившись на войну пред Господом, и покорена будет пред вами земля, то отдайте им землю Галаад во владение. Если же не пойдут они с вами вооруженные, то они получат владение вместе с вами в земле Ханаанской». И отвечали сыны Гадовы и сыны Рувимовы и сказали, «Как сказал Господь рабам твоим, так и сделаем. Мы пойдем вооруженные пред Господом землю Ханаанскую, а удел владения нашего пусть будет по эту сторону Иордана». И отдал Моисей им, сынам Гадовым и сынам Рувимовым, и половине колена Моносии, сына Иосифова, царства Сигона, царя Амрейского, и царства Ога, царя Вассанского, землю с городами ее и окрестностями, города земли во все стороны. И построили сыны Гадовы Дивон и Атаров и Аруер, и Атаров Шофан и Иозер, и Иогбегу, и Беф-Нимру, и Беф-Гаран, города укрепленные и дворы для овец. И сыны Рувимовой построили Есивон, Елеале, Киря-Фаим, и Нево, и Вал-Меон, которых имена переменены, и Сивму, и дали имена городам, которые они построили. И пошли сыны Махира, сына Моносии, в Глад, и взяли его, и выгнали Амореев, которые были в нем. И отдал Моисей Глад Махиру, сыну Моносии, и он поселился в нем. И Иаир, сын Моносии, пошел и взял селение их, и назвал их селение Иаировы. И Новах пошел и взял Кенав и зависящие от него города и назвал его своим именем Новах. Числа, глава 33. Вот станы сынов Израилевых, которые вышли из земли египетской по ополчениям своим под начальством Моисея и Аарона. Моисей, по повелению Господню, описал путешествия их по станам их, и вот станы путешествия их. Из Рамсеса отправились они в первый месяц, в пятнадцатый день первого месяца. На другой день Пасхи вышли сыны Израилевы под рукой высокую в глазах всего Египта. Между тем египтяне хоронили всех первенцев, которых поразил у них Господь, и над богами Господь совершил суд. Так отправились сыны Израилевы из Рамсеса и расположились станом в Сакхофе. И отправились из Сакхофа, и расположились станом в Ефаме, что на краю пустыни. И отправились из Ефама, и обратились к Пи-Гохерофу, что предвал Цифоном, и расположились станом пред Мигдолом. Отправившись от Гохерофа, прошли среди моря в пустыню, и шли три дня пути пустыню Ефам, и расположились станом в Мерре. И отправились из Меры, и пришли в Елим. В Елиме же было двенадцать источников воды и семьдесят финиковых дерев, и расположились там станом. И отправились из Елима, и расположились станом у Чермного моря. И отправились от Чермного моря, и расположились станом в пустыне Син. И отправились из пустыни Син, и расположились станом в Довке. И отправились из Довки, и расположились станом в Алуше. И отправились из Алуша, И расположились Таном в Рефидиме, и не было там воды, чтобы пить народу. И отправились из Рефидимы, и расположились Таном в пустыне Синайской. И отправились из пустыни Синайской, и расположились Таном в Киброт-Гаттааве. И отправились из Киброт-Гаттаавы, и расположились Таном в Осерофе. И отправились из Ассерофа, и расположились станом в Рифме. И отправились из Рифмы, и расположились станом в Римнон-Фореце. И отправились из Римнон-Фореца, и расположились станом в Ливне. И отправились из Ливны, и расположились станом в Риссе. И отправились из Ирисы, и расположились Станом в Кегелафе. И отправились из Кегелафы, и расположились Станом на горе Шафер. И отправились от горы Шафер, и расположились Станом в Хараде. И отправились из Харады, и расположились Станом в Макелофе. И отправились из Макелофа, и расположились Станом в Тахафе. И отправились из Тахафа, и расположились Таном в Тарахе. И отправились из Тараха, и расположились Таном в Мифке. И отправились из Мифки, и расположились Таном в Хашмоне. И отправились из Хашмоны, и расположились Таном в Мосерофе. И отправились из Массерово и расположились Таном в Бене-Яакане. И отправились из Бене-Яакана и расположились Таном в Хор-Агидгаде. И отправились из Хор-Агидгада и расположились Таном в Иотвафе. И отправились от Иотвафы и расположились Таном в Авроне. И отправились из Аврона, и расположились Станом в Яцион-Гавере, и отправились из Яцион-Гавера, и расположились Станом в пустыне Син, она же Кадес. И отправились из Кадеса, и расположились Станом на горе Ор, у пределов земли Едомской. И взошел Аарон, священник, на гору Ор по повелению Господню, и умер там в сороковой год поисшествии сынов Израилевых из земли Египетской, в пятый месяц, в первый день месяца. Аарон был ста двадцати трех лет, когда умер на горе Ор. Ханаанский царь Арада, который жил к югу земли Ханаанской, услышал тогда, что идут сыны Израилевы. И отправились они от горы Ор, и расположились Станом в Салмоне. И отправились из Салмона, и расположились Станом в Пуноне. И отправились из Пунона, и расположились Станом в Овофе. И отправились из Овофа, и расположились Станом в Им-Авариме, на пределах Муава. И отправились из Им-А, и расположились Станом в Дивон-Гаде. И отправились из Дивон-Гада, и расположились Станом в Алмон-Дефлофаиме. И отправились из Алмон-де-Влафаима и расположились станом на горах Аваримских перед него. И отправились от гор Аваримских и расположились станом на равнинах Моавицких у Иордана против Иерихона. Они расположились станом у Иордана от Беты-Шимофа до Аве-Ситтима на равнинах Моавицких. И сказал Господь Моисею на равнинах Моавицких у Иордана против Иерихона, говоря, «Объяви сынам, Израилевым, и скажи им, когда перейдете через Иордан в землю Хананскую, то прогоните от себя всех жителей земли и истребите все изображения их, и всех литых идолов их истребите, и все высоты их разорите». «И возьмите во владение землю и поселитесь на ней, ибо Я вам даю землю сию во владение. И разделите землю по жребию, но уделы племенам вашим. Многочисленному дайте удел более, а малочисленному дай удел менее. Кому где выйдет жребий, там ему и будет удел. По коленам отцов ваших возьмите себе уделы. Если же вы не прогоните от себя жителей земли, то оставшиеся из них будут тернами для глаз ваших и иглами для боков ваших, и будут теснить вас на земле, в которой вы будете жить. И тогда, что Я вознамерился сделать им, сделаю вам». Числа, глава 34. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Дай повеление сынам Израилевым и скажи им, когда войдете в землю Ханаанскую, то вот земля, которая достанется вам в удел, земля Ханаанская с ее границами. Южная сторона будет у вас от пустыни Син под Лиедома, и пойдет у вас южная граница от конца Соленого моря с востока, и направится граница на юг к возвышенности Акравима, и пойдет через Син, и будут выступы ее на юг к Одесс-Варни, и оттуда пойдет к Гацар-Ад-Дару и пройдет через Ацмон. От Ацмона направится граница к потоку Египетскому, и будут выступы ее к морю. А границу западную будет у вас Великое море. Это будет у вас граница к западу. К северу же будет у вас граница. От Великого моря проведите ее к горе Ор. От горы Ор проведите к Ямафу, и будут выступы границы к Цедаду. Оттуда пойдет граница к Цифрону, и выступы ее будут к Гацар-Айнану. Это будет у вас граница северная. Границу восточную проведите себе от Гацара-Янана к Шефаму. От Шефама пойдет граница к Рибле, с восточной стороны Аина. Потом пойдет граница и коснется берегов моря Кеннерев с восточной стороны. И пойдет граница к Иордану, и будут выступы ее к Соленому морю. Это будет земля ваша по границам ее со всех сторон. И дал повеление Моисей сынам Израилевым, и сказал, Вот земля, которую вы разделите на уделы по жребию, которую повелел Господь дать девяти коленам и половине колена. Ибо колено сынов Рувимовых по семействам их, и колено сынов Гадовых по семействам их, и половина колена Моносеина получили удел свой. Два колена и половина колена получили удел свой за Иорданом против Иерихона к востоку. И сказал Господь Моисею, говоря, Вот имена мужей, которые будут делить вам землю. Елеазар, священник, и Иисус, сын новин. И по одному князю от колена возьмите для раздела земли. И вот имена сих мужей. Для колена Иудина – Халев, сын Иефаниин. Для колена сынов Симеоновых – Самуил, сын Аммиуда. Для колена Вениаминова – Еледат, сын Кислона. Для колена сынов Дановых – князь Буккий, сын Иогли. Для сынов Иосифовых – князь Ханниил, сын Иефода. Для колена сынов Ефремовых – князь Кемуил, сын Шифтана. Для колена сынов Завулоновых – князь Елицафан, сын Фарнака. Для колена сынов Иссахаровых – князь Фалтиил, сын Азана. Для колена сынов Асировых – князь Ахиуд, сын Шеломия. Для колена сынов Нефалимовых – князь Педаил, сын Аммиуда. Вот те, которым повелел Господь разделить уделы сынам Израилевым в земле Ханаанской. Числа, глава 35. «И сказал Господь Моисею на равнинах Муавицких у Иордана против Иерихона, говоря, «Повели сынам Израилевым, чтобы они, из уделов владения своего, дали левитам города для жительства, и поля при городах со всех сторон дайте левитам. Города будут им для жительства, а поля будут для скота их, и для имения их, и для всех житейских потребностей их. Поля при городах, которые вы должны дать левитам, от стены города, должны простираться на две тысячи локтей во все стороны. И отмерьте, за городом к восточной стороне две тысячи локтей, и к южной стороне две тысячи локтей, и к западу две тысячи локтей, и к северной стороне две тысячи локтей, а посредине город. Таковы будут у них поля при городах. Из городов, которые вы дадите левитам, будут шесть городов для убежища, в которые вы позволите убегать убийце. И сверх их дайте сорок два города. В тех городов, которые вы должны дать левитам, будет сорок восемь городов с полями при них. И когда будете давать города из владения сынов Израилевых, тогда из большего дайте более, из меньшего менее. Менее. Каждое колено, смотря по уделу, какой получит, должно дать из городов своих левитам. И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда вы перейдете через Иордан в землю ханаанскую, выберите себе города, которые были бы у вас городами для убежища, куда мог бы убежать убийца, убивший человека неумышленно. И будут у вас города сии убежищем от мстителя, чтобы не был умерщвлен убивший прежде, нежели он предстанет пред общество на суд. Городов же, которые должны вы дать, городов для убежища, должно быть у вас шесть. Три города дайте по эту сторону Иордана, и три города дайте в земле ханаанской. Городами убежища должны они быть. Для сынов Израилевых и для пришельца, и для поселенца между вами будут сии шесть городов убежищем, чтобы убегать туда всякому, убившему человека неумышленно. Если кто ударит кого железным орудием, так что тот умрет, то он убийца, убийцу должно предать смерти. И если кто ударит кого из руки камнем, от которого можно умереть, так что тот умрет, то он убийца, убийцу должно предать смерти. Или если деревянным орудием, от которого можно умереть, ударит от руки так, что тот умрет, то он убийца, убийцу должно предать смерти. Мститель за кровь сам может умертвить убийцу Лишь только встретит его, сам может умертвить его Если кто толкнет кого по ненависти Или с умыслом бросит на него что-нибудь так, что тот умрет Или по вражде ударит его рукою так, что тот умрет То ударившего должно предать смерти, он убийца Мститель за кровь может умертвить убийцу, лишь только встретит его Если же он толкнет его нечаянно, без вражды Или бросит на него что-нибудь безумысла Или какой-нибудь камень, от которого можно умереть, не видя, уронит на него Так, что тот умрет, но он не был врагом его И не желал ему зла То общество должно рассудить между убийцею и Мстителем за кровь Посим постановлением И должно общество спасти убийцу от руки Мстителя за кровь И должно возвратить его общество в город-убежище его, куда он убежал Чтобы он жил там до смерти великого священника, который помазан священным елеем Если же убийца выйдет за предел города-убежище, в которое он убежал И найдет его Мститель за кровь вне пределов города-убежище его И убьет убийцу сего Мститель за кровь То не будет на нем вины кровопролития Ибо тот должен был жить в городе-убежище своего до смерти великого священника А по смерти великого священника должен был возвратиться убийца в землю владения своего Да будет это у вас постановлением законным В роды ваши, во всех жилищах ваших Если кто убьет человека То убийцу должно убить по словам свидетелей Но одного свидетеля Недостаточно, чтобы осудить на смерть И не берите выкупа за душу убийцы, который повинен смерти Но его должно предать смерти И не берите выкупа за убежавшего в город-убежище Чтобы ему позволить жить в земле своей прежде смерти великого священника Не скверняйте земли, на которой вы будете жить Ибо кровь оскверняет землю И земля не иначе очищается от пролитой на ней крови Как кровью пролившего ее Не должно осквернять землю, на которой вы живете Среди которой обитаю я Ибо я, Господь, обитаю среди сынов Израилевых Числа Глава 36 Пришли главы семейств от племени сынов Галаада, сына Махирова, сына Моносиина Из племен сынов Иосифовых И говорили пред Моисеем и пред князьями Главами поколений сынов Израилевых И сказали Господь повелел господину нашему Дать землю в удел сынам Израилевым по жребию И господину нашему повелено от Господа дать удел Салпада, брата нашего, дочерям его Если же они будут женами сынов Которого-нибудь другого колена сынов Израилевых То удел их отнимется от удела отцов наших И прибавится к уделу того колена, в котором они будут И отнимется от доставшегося по жребию удела нашего И даже когда будет у сынов Израилевых юбилей Тогда удел их прибавится к уделу того колена, в котором Они будут И от удела колена отцов наших отнимется удел их И дал Моисей повеление сынам Израилевым по слову Господню и сказал Правду говорит колено сынов Иосифовых Вот что заповедует Господь о дочерях Салпадовых Они могут быть женами тех, кто понравится глазам их Только должны быть женами в племени колена отца своего Чтобы удел сынов Израилевых не переходил из колена в колено Ибо каждый из сынов Израилевых должен быть привязан к уделу Колено отцов своих И всякая дочь, наследующая удел в коленах сынов Израилевых Должна быть женой у кого-нибудь из племени колена отца своего Чтобы сыны Израилевы наследовали каждый удел отцов своих И чтобы не переходил удел из колена в другое колено Ибо каждое из колен сынов Израилевых должно быть привязано к своему уделу Как повелел Господь Моисею, так и сделали дочери Салпадовы И вышли дочери Салпадовы, Махла, Хирца, Хогла, Мелка и Ноа В замужество за сыновей дядей своих В племени сынов Моносии, сына Иосифова Они были женами и остался удел их в колене племени отца их Сии суть заповедей и постановления, которые дал Господь сынам Израилевым Через Моисея на равнинах Моавицких у Иордана против Иерихона Субтитры создавал DimaTorzok